Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, а что-то мы в городе не заправились, а? Да не парься, до заправки доедем Да? Да А если мы заглухнем? Что, толкать будем? Машенька Да У меня все под контролем А вот так? Так, не совсем Тихо-тихо-тихо-тихо Молодец! И все-таки я не понимаю Почему нельзя было заправиться в городе? Там был плохой бензин На предыдущей заправке тоже? Да, там тоже Там везде было евро пять Просто в городе дороже, так? Я просто не понимаю Тебе что, так принципиально эти полтора-два рубля за литр? А, ну да Если за целый бак, то это получается целых сто или даже сто двадцать рублей! Маша, перестань я прошу тебя! Да тебе самому не противно! Как можно быть таким крохобором? Да не на всех деньги с неба падают! Но ты и скотина Извини, я не это хотел сказать А что ты хотел сказать? Ты что, ты хотел сказать, что я просто всю жизнь мечтала, чтобы мои родители погибли в авиакатастрофе? Или что? Нет, я не это хотел сказать Ты отлично понимаешь, что я хотел сказать? Все, хватит! Успокойся, пожалуйста! Успокойся! Пойду вызву на такси Да, хочу вызвать такси Северное шоссе, пятый километр Да Ну все, через пятнадцать минут будет машина Это что? Кто это, баба? И почему ты оплачиваешь ее счета? КОНЕЦ Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Паша, я не могу до тебя дозвониться. Паша, я все объясню, слышишь? Перезвоним я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. Здрасте. 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 Привет. Тебе Новинский ждет? Ага. Шеф тебя ну очень ждет. Бегу. Алина, тебя шеф ждет. Ага, подождет. Я ее верну. Сейчас подойду. Слушай, ты скажи, а что около тебя этот эксперт трется? Какие версии? Но налицо открытая попытка ухаживать с применением спецсредств. Забавно, да? На свидание пригласил. Да ладно, куда? Ну, все, давай. Иди. Внесли начальство. Явилась? А что случилось? Вот приказ о твоем переводе стажеров на должность оперуполномочного. Поздравляю. О-о-о. Поздравляю. 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 Я так за тебя рада. Спасибо большое. Давай сразу включайся в работу. Вот, разыскное дело. Там заявление и первичная информация от участкового. Пропала Воронцова Мария Владимировна. 1987 года рождения. Там в коридоре ждет ее безутешный муж. Что такое? Честно говоря, я... Я рассчитывала на что-то посерьезнее, что-то сложнее. Ну, правда. Борис Викторович, давайте дадим ей другое дело. Все свободны. Кроме Новинской. Я так понимаю, ты хотела сразу начать раскрывать грабежи, да? Убийства. Но для этого у тебя, извини, недостаточно навыков. А, по-моему, дело не в этом. Хорошо. Проблема состоит в том, что другие дела опаснее. И я беспокоюсь за свою дочь. Довольно? Ты долго собираешься держать меня на коротком поводке? Пап, я так никогда не стану профессионалом. Вот поэтому для начала найди Воронцову Марию Владимировну 1987 года рождения. Раскрой этот скучный висяк. И это будет твой первый шаг. Все, давай, вперед. ЗНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довинский, Алина Борисовна, буду вести ваше дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шага Весь по полподня. Полподнями, здесь не супермаркет. А вы кто? Дементьев, я буду есть ваше дело. Рассказывайте. Три дня назад мы... Мы с женой поехали к друзьям в дом отдыха. В котором часу это было? Я точно не помню, это было где-то в 9 утра. Дальше. Мы поссорились. Все, хватит! Успокойся, пожалуйста! Я просто не понимаю, кто это, баба, и почему ты оплачиваешь ее счета? Она вышла из машины, поймала попутку и уехала. На ходу из машины вышла? Нет, у меня закончился бензин. Где это произошло? Северное шоссе. Куда ты собралась? Сейчас я тебе сказал машину! Маша! Недалеко от заправки. А номер автомобиля, который я носил, вы запомнили? Нет, мне было не до этого. А кто-нибудь может подтвердить ваши показания? Кто-нибудь, кто видел, как ваша жена села в попутку? Я не смотрел по сторонам, мне было не до этого. Не уезжайте из города. А куда мне ехать? У меня жена пропала. Мы будем держать вас в курсе дела. Нам понадобятся фотографии вашей жены и… Мы сейчас все запишем. Вы подождите меня минуту. Что это было? А именно? Зачем ты лезешь в мое расследование? Ну так это… Новинский распорядился? Я не ребенок, сама справлюсь. Так я ему то же самое сказал. Он поставил тебя помогать, ты главный, я на подхвате. Не смеши меня. Он поставил старшего оперативника помогать вчерашнему стажеру. И это, по-твоему, была помощь? Ты мне слова не дал ставить. Если хочешь оставаться на этом расследовании, командовать буду я. Слушаюсь. Без того, чтобы поясничать, лучше бы узнала. Может быть, в районе, на дороге, где они ссорились, была установлена камера. Так точно. Установлена. Откуда знаешь? Навигатор. Черт, до сих пор здесь. Он что, здесь каждый день, что ли, сидит? Похоже. Ладно, Неста, иди. Я сама справлюсь. Уверена? Иди, иди. Ну, давай. Пока. Может, уже палатку здесь разобьете? Хорошая мысль. Таким способом вы пытаетесь найти жену? Таким способом я пытаюсь не зайти с ума. Идите домой. У вас маленький ребенок. Я не могу домой. Я боюсь. У меня близкий человек исчез, понимаете? Не умер, не заболел, а просто исчез. Вставайте. Зачем? Вставайте, вставайте. Пойдемте, я вас подвезу. Пойдем. Ну, всё, мать Тереза, дальше я сам. Всё, мать Тереза, дальше я сам. Привет. Простите, можно американо? Нет. Мне кажется, пить надо, когда радостно. Вы правы, я веду себя инфантильным. Просто я точно знаю, что Маша не могла так поступить. Нет, она, конечно, не подарок. Ну, чтобы так нас бросить, нет, значит, с ней что-то случилось. Представляете, она, её бесила, её бесит, когда её целуют в шею. И вот из-за одного такого маленького поцелуя в шею мог произойти скандал. Грандиозный. Любовь со скандалами, это про нас. Грандиозный. Грандиозный. Вот мама, я сам, как помощь дома, помойка. Почитайте нас, пожалуйста. Э-э-э. Так, что значит, посчитайте? Вы едете домой готовиться к встрече с сыном. Или я вас неправильно поняла? Ну, вот. Мы… И живём. Там у нас, да, кухня и… Если что. Там… Здесь у нас… Рахладительные напитки. Там в ванной, а вдруг помыться захочешь. А здесь детская. Заходи, может, поиграешь во что-то, может, что хочешь во что-то поиграть. Я не знаю, что здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 В смысле? Он же грубил тебя. Это мое расследование. Дай мне возможность работать самой. Это называется элементарная забота. Я переживаю за тебя. Вот и все. Алина. Ну, да. Опять поссорились. Надоело. Не хочу. Да. Вот решила залить тоску. Зато не сейчас, а хорошо. Да, да. Знаешь, быть мамашей и женой иногда очень надоедает. Сейчас себе найду у кого-нибудь. Девушка. Что надо? Вы что, скучаете? И как это ты увидишь? У вас походка скучающая. А, ты что, психолог? Можно и так сказать. Красавица, я тебе потом перезвоню. Чемокки. Ну, иди, я тебе покажу кое-что. Иди сюда. Иди, иди, иди. Что это? Целуй, целуй. Ну, я это думаю. Смотри, как ты наделся. Смотри. Красиво. Смотри. Мне нравится. Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, подожди. Я хочу тебе показать кое-что. Ух ты. Ну, все, хватит. Убирай свой телефон. Давай, на будильник. Давай, записывай. Записывай. Знаешь что? Что? Запиши ко мне рингтон. Какой еще рингтон? Что сказать? Я не знаю. Я знаю, что хочешь. Подъем, лишь богом, пора на работу. Подъем, лишь богом, пора на работу. Подъем, лишь богом, пора на работу. А мы все гадали, кто же из них и кого первый угрохает. А он вообще, как я поняла, нервный. Может, ни с того, ни с сего рассердится. А когда рассердится, вообще не понимаю, как она его выносила. Это она первая начинала. Он-то ее все время успокаивал. Но попробуй такую успокоить. Мать Терезы уже на работе. Какая прекрасная встреча. Какими судьбами? Как вы здесь? Что думаете, моя жена у соседей прячется? Или они ее убили? До свидания. А почему вы думаете, что вашу жену убили? Скажи, а ты можешь быть объективным по отношению к нему? Я не люблю лицемеров. Я вообще считаю, что он сам убил свою жену. Соседи тоже так считают. Соседи просто сказали, что они ссорились. И только. Если на основе таких показаний ты готов посадить человека за решетку, отлично. Почему ты ему веришь? Почему он носишься с ним? Куда ты его вчера повезла? В бар. Выпили, посидели, поговорили по душам. Поговорили? Он выяснил что-то важное. Выяснил? А, например? Например, Маша ненавидит, когда ее целуют в шею. Могла устроить нерандиозный скандал. Ну, все дело раскрыть. Ладно, поеду к его матери, а ты займись распечаткой его телефонов. Распечаткой они уже занимаются. А к матери поедем вместе. Нет. Почему? Потому что меня учили, что предвзятые отношения наш злейший враг. Поэтому займись техническими вопросами. Так точно. Здравствуйте. Добрый день. Я из полиции. Меня зовут Алина Новинская. Я занимаюсь поисками вашей невестки. Могу задать вам пару вопросов? Конечно. Я не знаю, что делать с Марком. Как его вывести из этого состояния? Извините. А она? Она его любимая? Трудно сказать. У них какие-то были странные отношения. Бабушка, когда мама приедет? Я даже не знаю, что ему ответить. Марк. Сынка! Папа пришел. Нет. Красавчик мой. А? Ну, как твои дела, а? Жрла. Что вы тут делаете? Пришла поговорить с вашей мамой. Антошенька, побудь с бабушкой, хорошо? Пошли. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Вы нужны своему сыну. Это не твое дело. Со своей женой вы так разговариваете? Это тоже не твое дело. А почему ссорились? Оставьте мою семью в покое. Кто дал вам право судить? Мы, может быть, и ссорились, зато любили друг друга. Давай со мной, а? Прекрати, Марк! Что ты опять творишь? Ты же на звонки не отвечаешь. Вот я и приехал. Что случилось? Мне нужна ты и твой подопечный. Утром нашли труп девушки. Похоже на Марию. Надо брать Марка и вести его в мод на опознание. Марию. Это не она. Это не Маша. Павел Костюхин. Следственный комитет. Это был муж? Ага. У нас это уже четвертый подобный случай. Возраст жертвы и способ убийства удушения полностью совпадают. Так как сведений у меня крайне мало, я думал, может быть, вы мне поможете и расскажете об обстоятельствах ее исчезновения. Но раз эта девушка не ваша, значит, не судьба. Да, эта девушка не наша. К счастью. Вы ведь Алина Новинская? Да. Известная фамилия в наших кругах. Я очень хочу, но просто сейчас непонятно какие-то доложили. Спасибо. Я очень хочу, но просто сейчас непонятно какие-то доложили. Спасибо. Понимаешь, я никогда не мог понять лжевую бабу. Работать с ворами, бандитами каждый день. Женщина должна быть что ли с женщиной. Тепло, уют. Слушай, я не умею ходить вокруг да около. Вот кольцо. Вот я. Рома, я даже не знаю, что сказать. Скажи «да» или... Нравится? Мне тоже нравится. Красивая, правда? Не смотри туда, смотри в другую сторону. В другую сторону смотри. Приятного вечера. Ну что со мной не так? Я устала от твоей ревности. Мне просто не понравилось, как он на тебя смотрел все. Рома. Лень. Мы даже поесть с тобой нормально не можем. О какой семье ты говоришь? Здрасте. Ты ни за что не догадаешься, куда он меня повел. Планетарий. Алин, мне кажется, я влюбилась. Кажется. Так ты уже пару дней ничего не соображаешь, ходишь и улыбаешься, как дура. Ага. Ты знаешь, я сегодня позвонила в местное отделение, мне сказали, что для этой идеальной пары пару раз вызывали на весту. Да. Разрешите, Борис Викторович. Проходи, Иру. Присаживайся. Вот, подпишите по собственным желаниям. Из-за Алины. Сделал предложение, она отказала. Отказала. Рома, ну давай между нами. Какая из Алины жена для полицейского? У нее своя работа. У тебя своя. Ну, чего вам делить? Короче, буду рад, если останешься. Ну, пока она здесь не останусь. Давай сделаем так. У меня друг в Москве, так, ищет перспективного сотрудника. Я могу тебя порекомендовать. Оформим переводом. Годится? Ты куда собрался? Туда. Туда. Шеф в Москву переводит. Шеф переводит? Или ты попросил? Я попросил. Из-за меня? У тебя манья величия. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Марк, добрый вечер. Добрый вечер. Субтитры делал DimaTorzok А мы можем встретиться? Зачем? Просто. Поговорить. А, опять? Скажите, а вы сегодня что-нибудь ели? Простите, что? Я просто ужасно голодная. Составите компанию? Сосисочки, макарончики, котлеточки, морсик. Меня украли из детского сада. Точнее, из садика. Простите, я буду оливьешечку и судачок. А вы что-нибудь выбрали? Да, суп. Супик. Вам он очень нужен после вашего гулянка. Ну, хватит вам уже. Простите. А расскажите о своей работе, например, вы чем занимаетесь? Я работаю в отделе закупок на консервном заводе. Романтично. Не все же бандитов ловить. Но я хочу открыть свое дело. Это, наверное, очень затратно. Ну, я немного денег скопил. Не хватит, конечно. Но сейчас, думаю, взять кредит на открытие малого бизнеса. Но чтобы этот кредит получить, нужно сначала этот бизнес открыть. А я так понимаю, что ваша жена достаточно состоятельный человек? Да. Но мы договорились, что я справлюсь самостоятельно. А вы не переставите меня удивлять. Нет, она, конечно, предлагала деньги. Я отказывался. Ну, и мы даже несколько раз скандалили по этому поводу. А почему вас это так интересует? Просто это выглядит как-то странно. Почему? Ну, смотрите, вы хотите открыть свое дело. Вам нужны деньги для старта. При этом вы любите свою жену, даже регистрируете фирму на двоих. Но не собираетесь брать ее деньги. Простите, к чему вы плынете? Нет, не знаю. Просто странно. Вы хотите сказать, что мне выгодно смерть Маши? Я пытаюсь разобраться, что произошло. Вы думаете, это я ее убил? Пропал человек. И обстоятельства... Да идите вы нахрен. Вместе со своим супом. Папа, кажется, ты был прав. У Марка был мотив убить жену. Ты чего не спишь-то? Они часто ссорились. Она его гнобила. Соседи говорят, что он не сдержан. Алина, ты можешь хотя бы ночью выбросить все это из головы, а? И главное, Маша получила в наследство от отца огромные деньги. То есть Марку была выгодна ее смерть, потому что он законный наследник и теперь может открыть свой бизнес. Черт. Ладно. Давай завтра с утра у меня, хорошо? У себя? Да. Привет. Здрасте. Присаживайся. Вот познакомься. Виктор из Рябцева. Мне с утра позвонили и сказали, что тебя ждет какой-то новый свидетель. Я решил сам послушать, и не зря. Виктор сказал много интересного. Можете еще раз повторить? Так это, я из деревни Рябцева. Вот. Ну, где рядом девушка пропала. И, значит, в тот день, когда она пропала, я автобуса ждал. Ага. А пришел рано. И я видел, что машина подъехала, а девушка из нее вышла, дверью так сильно хлопнула и ругалась громко. Ну, вот. Ну, потом чего? Она на несколько шагов отошла, другую машину поймала и все, уехала. Только вот номер я не разглядел. Да я и не всматривался особо. Ага. А первая машина? А, из которой она вылезла-то? Да. Она поехала за ними? Нет. Ну, парень там остался. Ну, видать, бензин кончился. Может, еще что. Я еще помочь хотел, а туда автобус подъехал, и я все. Ну, ты не расстранишься. Так бывает. Кажется, вот оно, будто все сложилось. А потом приезжает вот такой вот Виктор из Рябцева и... Да, спасибо, Виктор. Это очень важная информация. Вы спасли человека. Удивительно, что вы пришли именно сегодня. Забавно. Ну, хорошо же, что все выяснилось. По крайней мере, невинный человек не пострадает. Папа, пойдем в футбол играть? Анташка, пойди поиграй без меня. Мальчики, я с вами хочу. Получай. Получай. Антон, мяч. Антон, нет. Мам, я хочу... Мячик, мячик. Давай мяч. Пойдем. Антон, давай за мяч. Спасибо. Пора вставать. Подъем. Кому-то порой на работу. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро, семейство! Доброе утро, семейство! Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, семейство! Доброе утро! Доброе утро, семейство! 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 Больше нет. Она идеальная, я знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. А-а-а, да, только доставка не нужна. Я сама заберу адрес, мне смс-ка скиньте, а то я сейчас не у компьютера. Чего к телефону не подходишь? Так нечем. Молодец. Голодный? Да, много ли пенсионеру надо. Сварил себе китайской лапши. Да. Я сам. Вот. Вот и хорошо. Ладно, не дай на жалость, пенсионер. Сейчас буду кормить. Гендиректор мебельной компании выпал из окна своей квартиры. Самоубийство? Да нет, вот друзья и близкие говорят, человек позитивный, куча планов на будущее. М-м-м, может, партнеры, бизнес хотят попилить. А сейчас гляну. Годовой отчет. Нет, это не бизнес. Там сплошные убытки. А вот это интересно. Компания застрахована на двадцать миллионов. Ого. И кто у нас собирается стать миллионером? Вот сейчас глянем, есть ли у него страницы в соцсети. О, это, похоже, жена. А вот это он уже с другой женщиной. И кто ж она такая? О как. А, они были подругами? Похоже на то. Он был женат на одной, а потом ушел вот к ее подруге. Выходит, убийца жена. Подожди, дай-ка. Так. Не выходит. Почему? Она в это время отдыхала. Вот же фотки в хронике. Видишь? О. Так, стоп. Ты видишь то же, что я? А вот смотри, то же место и… Да, да. Точно та же дата. Интересно. Бывшая жена и нынешняя жена убитого в одно и то же время отдыхали в одном и том же месте? Чтобы обеспечить себя армией. Настоящей подруге осталось найти исполнителя. Ну что, может коньячку? Бокалы не забыла где ставить? Помню. Папа. С днем рождения. Это тебе. Вот вчера экземпляр привезли. Спасибо. А твой-то тебе чего подарил? Что? Что забыл про твой день рождения? Говорил о тебе, не иди ты в домохозяйки. Пап, не начинай. С твоим опытом уже опера, с твоими мозгами следователя, это же… Мозги следователя, ты уверен, что это комплимент? Я серьезно, ну как можно было отказаться от мечты? Если б не вот это, хрен бы мне кто на пенсию спровадил. Работал бы в полиции до последнего дня. Только эта работа позволяет по-настоящему ощутить полноту жизни. Невозможно быть и следователем, и матерью, и женой одновременно. 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 Марк был занят своим делом. Меня тоже не было дома. Ты просто забыл. Это ты, наверное, забыла, что твой Марк после пропажи жены огреб огромную кучу денег. А с такими бабками, значит, любой дурак компанию откроет. Да отстань ты уже от Марка, а! Не получилось бы из меня следователя. Из чего ты взяла? Да потому что первое свое самостоятельное дело я провалила. Забыл? Ну, знаешь, пропажа людей редко раскрывается. Какой бы умный следователь не был, это, знаешь, специфика такая. И... Ну, ладно. Чего я лезу? Действительно. Все настроение тебе испортил на день рождения. Спасибо тебе. Да не за что. Обращайся. Хорошо. Ну что, донесешь сама? Да, конечно. Пока. Давай, пока. Привет. Кто это? Это Оксана. Коллега с моей работы. Заходила за презентацией. И засасала она тебя в благодарность за презентацию, да? Ян, никто никого не засасывал. Это был просто дружеский поцелуй. После дружеского секса. Ян, какого секса? Ну ты с ума уже сошла от своей ревности. Ну сколько можно? А сколько можно шариться с бабами за моей спиной? Все, хватит. Я ни с кем не шарюсь. Ты достала меня, понятно? Достала? Достала. Пока. Куда пошла? Что я сказал? Да и черт с тобой. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения! Спасибо. Смотрите, как. Кто? Нет? Классно? Падам! С днём рождения! Привет! Привет! Здрасте. О, Васян, праздник? Да, день рождения, Алина. Ого, я вас поздравляю. А вот и мы. Спасибо, передам. Ну что, видела бы ты свое лицо сегодня. День рождения, а муж идиот забыл про тебя. Я еле выдержал. Давайте выпивать. Да. За самую лучшую жену. За самую красивую женщину. За удачу всей моей жизни. За тебя. Я люблю тебя. Для тебя. Милые такие, да? Угу. Ура! 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 С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Мне кажется, его надо было студить побольше. Слушай, а мне нормально. Я люблю когда-то... Слушай, даже день рождения не дадут спокойно отметить. Я на минутку. Да как же так? Ну как же? Слушай. Что за... Что за ерунда? Зачем столько денег? Я же даю вам деньги. Я плачиваю и считаю. Откуда долги? Ура! Пятьсот тысяч. И больше никогда мне не звонить. Я сам наберу. Ой, спасибо за вечер. Все было катастрофически вкусно. Я еле иду. А тебе просто повезло. Ясно? В следующий раз будет матч-реванш. Если не струсишь. Слушай, я это... Я ребят провожу и прогуляюсь заодно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Привет. Что стряслось? Нормально все. Чай сделай черный, пожалуйста. Плакала, что ли? Может, что покрепче? Я в порядке, чай. Ш-ш-ш. Слушай, перестань мне звонить. Забудь вообще, что я существую. Ты меня понял? Все, нет меня. Умерла я. До свидания. Мартинию сделаю. Виски. Помоги мне снять кроссовки. Зачем так напиваться? Правда, сама не можешь снять обувь, что ли? Я могу, но я хотела, чтобы это сделала ты. Для чего? Ты совсем дурак. Кто звонил? По работе. Двенадцать часов ночи, но ничего не ответил. Ну что, я выпил, все равно выйти не смогу. Завтра скажу, спал. Это что такое? Где у нас? У тебя кто-то есть? Настя, если у меня кто-то появится, я не стану тебя обманывать. Тогда что не так? Что? Я забочусь о тебе. Дома всегда убрана, еда готова. Я слежу за собой, я хорошо выгляжу. Я тебя не пилю, я тебя поддерживаю, доверяю тебе. Я никогда не спрашиваю, куда ты таскаешься после работы, что не так? Не так? В общем... Настя, прости. Нет, ну... Ты говоришь вот иногда, это тебя не касается. Тебя не касается. И нет у меня никому. Я не знаю, сам не знаю, что тут происходит. Ты бы сломала с вами что-то. Котик, ты нагулялся? А как там твоя коллега? Когда у нас следующее свидание? Ты знаешь, я решила сама с ней поговорить. Пусть теперь чаще оглядывается. Ты меня понял? Че пялишься? Понравлюсь? Три тысячи в час. Так. Добрый день. Вам какой? Спасибо. Ребята, я на 900 рублей готова. Все. Спасибо. Девушка, можно? – Только вода? – Да. Без заправки. Кофе, выпечка по акции. Карта бонуса имеется? – Да. – Тогда 50 рублей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Да погоди! Ну вот, я ему и говорю. А слабо всем классом физру задвинуть. А он че? Так он сразу затух. Только понтоваться и может. Да, конечно. Понторез гребаный. Ты сам как-то… А вы че думаете? Закурили крутыми, себя почувствовали, а? Да. Егор, ты чего? Ну, смотри. Слушайте, может это… пьяная? Да не, ее снегом уже занесло. Петр Васильевич. Петр Васильевич. Так, Володя, давайте, идите уже. Но без меня не начинайте. Сейчас буду. Так, ну так что? А? А чем? Ты где витаешь-то? Ты нормально себя чувствуешь? Все нормально? Да. Простите, просто… Просто не выспался. Давай, просыпайся быстрее. Ты ж ко мне приехал не на воду любоваться? Хорошо, пять процентов к прежней цене и работаем как раньше. Слушай, выглядишь ты как-то, как будто тебя кто-то веслом отходил, а? Пятнадцать процентов к прежней цене и договорились. И то только из жалости к тебе. Вид у тебя пришибленный какой-то. Ну, если жалко, тогда десять процентов. Ну, вот. Просыпаться начал. Значит, договорились? Так, подъехали. Работаем, работаем. Здравствуйте. Телеканал «Криминальная хроника». Пожалуйста. Скажите, что здесь произошло? Можете дать комментарий для нашего телеканала? Пожалуйста, прошу вас. Нам туда нельзя. Стой, стой, стой. И сразу полицию вызвали? Нет. Сначала Кирюха поблевал, а потом вызвали. Ладно. Свободно. Здравия желаю. Привет. Ну что, опять у воды? Неужели наш старый друг проснулся? Очень похоже на то. Внешне следов полового насилия нет, но окончательно могу сказать только после вскрытия. Предварительно асфиксия и множественные живые ранения. Может совпадение? Нет, не думаю. Кольцо. Кольцо. Где ж ты был все это время, дружок? Кольцо. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Дальше я вас слушаю. Здравствуйте еще раз. Надежда. Я бы хотел, наверное, чего-то перекусить. Чего именно? А что посоветуете? Там все написано. Кленовый пекан, улитка с изюмом, шоколадный галстук, сосиска в тесте. Сосиска в тесте. Кофе? Американо. С молоком? Нет. Тяжело, наверное, вот так вот за прилавком целый день стоять. С вас 250 рублей. Карты наличные. 5-й, 95-й, евро на 2 тысячи. Отлично. Отлично. Ваши 500. Сдачу. 3-й, 95-й. Угу. Простите, 3-я. 3-й, 95-й, на 500 рублей. 4-й, 95-й, да. Спасибо. Кофе? Нет, спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы забыли чек из дачи. Что? Я говорила, что если не перестанете на меня подпялиться, я охранника позову. Подождите. Не нужен охранник. Я сама решу, нужно или нет. Простите, просто вы очень похожи на человека, которого я раньше любила. На мою бывшую шину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох, ну и тяжелый же этот господин Мелихов. Ну, вы все-таки договорились? Надеюсь, что да. Хорошо. Пойдем ужинать? Малыш, я так сегодня вымутался. Я сразу в постель. Личная жертву уже усыновили? Так точно, Владимир Николаевич. Чернова Яна. 1993 года рождения. Безработная. В прошлом году окончил филфакт нашего университета. Местная? Почти. Родилась в деревне Гавриловка. У меня там мать живет, пенсионерка. Сама Чернова жила в общежитии. Что еще? А все, больше нет ничего. Так. У меня начальство со вчерашнего дня доглят. Неужели, говорят, опять наш душитель проснулся? Олег. На теле убитый гематома того же характера, что на жертву душителя. Смерть наступила в результате асфиксии. Также с переломом подъязычной кости. Уже после смерти также многочисленные ножевые ранения в углах живота. И также след от обручального кольца. Ну и также жертву нашли возле воды. Понятно. Ну что, придется идти сдаваться начальством. И все-таки проверить все личные версии. Поговорить с матерью, выяснить, были ли друзья, любовники. Если вдруг выяснится, что это не душитель, всем премий в размере месячного клада выбью. А теперь криминальные новости. В промышленном районе на берегу реки Ветла найдено тело выпускницы филфака 25-летней Яны Черновой. Уже после смерти ей нанесли множественные колотые раны. Все это повторяет почерк серии убийств, совершенных несколько лет назад. Скажите, это правда, что по почерку убийства вернулся маньяк-душитель? Послушайте, я не готов сейчас давать никакие комментарии. Не надо пугать людей. Как сообщил наш источник, полиция также проверяет и личные версии гибели Яны Черновой. Однако характерные повреждения на теле дают основания полагать, что версия с маньяком у силовиков будет в приоритете. Да. Смотришь телевизор? Угу. Ну, а что ты думаешь? Ну, скорее всего, он уезжал из города, а теперь вернулся. Сомневаюсь. Если бы похожие убийства происходили в других местах, мы бы об этом узнали. Значит, он по какой-то причине убивает только в нашем городе? Может быть. Вопросов стало еще больше. Ты же интересовалась этим делом четыре года назад. Помнишь твой психологический портрет душителя? Ну, и как ты считаешь, склонен он к переездам? Скорее всего, нет. В какой-то степени он консервативен. Хотя он мог уехать вынужденно. Ну, и что же могло его вынудить? А прости, пап, больше не могу говорить все. Продолжай набрасывать версии. Разминаем аж. Все, пока. Доброе утро. Прости меня за вчерашнее. А что вчера было? Спасибо. Просто долго ехал, голова распалилась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я так понял, что в теплых. Чернова-младшая работала, помогала матери деньгами. Мать говорит, что она была замкнутая девушка. С людьми сходилась редко. Друзей у нее не было. Она знает, где искать ее мужа? Да не было у нее мужа. В смысле не было? А кольцо? След от кольца. Есть. Кольцо? Есть. Мужа? Нет. Но был у нее какой-то кент. Они даже обручились. Но пожениться не успели. Черт. Может... С парнем разберемся. Хотя, честно говоря, личная версия меня не убеждает. Да маньяк это там, к гадалке не ходи. Ну, или подражатель какой нашелся. Подражатель вряд ли. Почему? Жертва задушена очень... Как сказать... Профессионал, как и все девушки до этого. Вообще, характер повреждений очень... Точно спроизводит прошлые случаи. Так что... Если подражатель, то он должен служить в полиции, иметь доступ к делу. Судмедэксперт? Угу. Ну, если серьезно, это дело рук одного человека. Который знает, как убивать и наносить повреждения. Я же говорю, судмедэксперт. Не, на самом деле судмедэксперт очень подходит. Ладно. Давайте подведем итоги. Что у нас есть? Есть у нас немного. Есть у нас маньяк, который душит девушек. После того, как задушил, наносит ножевые удары. И снимает обручальные кольца. Он пропадал. Он четыре года теперь вернулся. Давайте подумаем, почему наш дружок брал такую долгую паузу? Это элементарно. Он мог уезжать из города. Мог. Надо просмотреть сводки. И понять, были ли в других городах подобные происшествия. Может быть, были, а наши коллеги просто не додумались связать их в серию. Но он мог. Сидеть в тюрьме. Мог он сесть по какой-нибудь другой статье. Изнасилование, кража, любая другая. Тоже верно. Значит, нужно поднять дела недавно освободившихся, которые просидели 3-4 года. Еще он мог быть в психушке. То же самое. Идем в местную психиатрическую больницу, поднимаем дела сложных пациентов, которые недавно выписались. Ну что, отрабатываем пока эти версии. Угу. Да. И еще. Послезавтра с вами будет работать другой следователь. Как это? Че это? Пенсия. А вас в конце недели ждет банкет. А сейчас дело терится попроще. Не хотел огорчать вас раньше времени. А? Или вы рады? А кто дело будет вести вместо вас? Понятия не имею. Вот придет какой-нибудь тупырь, и как нам с ним работать? Руслан, ты что? Разучился обращаться с табельным оружием? Никак нет. Давай, давай. Ну все, пока, малыш. Беги. Оникс отвалился. А это уже серьезно. Мы такие крупные сети терять не можем. Останемся без сбыта. Уже на 15% поплыл объем. Как будем действовать? Что будем делать? Друзья, ну, давайте постараемся вместе, да, подумать. А на сегодня это все вопросы, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Марк, что с тобой происходит? Все нормально. Все нормально? Угу. Я вижу, что все нормально. Ты поэтому молчал все совещание? Знаешь что? Мне Вашкова сгонять надо. У нас там новый поставщик нарисовался. Ты вообще не слушал, да? О чем мы здесь говорим? У нас проблемы с продажами. Какой новый поставщик? Новый. Угу. Сегодня Болотов приезжает из Роспотребнадзора. Понимаешь, сам решил приехать, а не инспектора прислать. А мы с тобой даже не оговорили тактику. Ты же не прямо сейчас собираешься во Школу. Прямо сейчас. Ну что ж, ты постарайся его мочировать, я не знаю, там, покажи ему все, расскажи, попытайся узнать, о чем он думает. Не по рангу. Болотова должен встречать ты. Ничего, ты справишься. Скажи, пожалуйста, что в бухгалтерии? Татьяна деньги обналичила? Пятьсот тысяч. Да, зайди к ней. Отлично. Болотова должен встречать... Пятьсот тысяч. Пятьсот тысяч. Я вас слушаю. Брать что-нибудь будет или сегодня так, поглазеете? Буду. Очки. Очки? Угу. Может, лучше зонтик возьмете, а то вдруг дождь пойдет. Давайте, зонтик. И очки. На потом. На потом? Угу. Ну, жаль, у нас ласты не продаются. Тоже бы пригодились. На потом. Ну, как? Не идут? Честно говоря, не очень. Честно говоря, не очень. А мне кажется, ничего. Я знаю, где можно хорошие очки купить. Покажете? Там не дешево. Не важно. У вас телефон звонит? Не ответите? Клиенты звонят. Ну, что, покажете? А у меня смена еще полчаса. Пошел ждать. Девушка, пятая колонка свободна? Девушка, пятая колонка свободна? Пятая? Да. Ну, как жили? Жили как... Эти... Староверы какие-то. В палатку. Почему как староверы? Ну, не знаю. Мне кажется, что я их именно так себе представляю. Палатка, борода и никакой цивилизации. Смелым жарь шалаша. Слышал? Ну, вот. Пока милый мой не помер. Он это, дрова заготавливал, дерево пилил, а оно того. Прости. Придавила его? Ну, в общем, я собралась и сюда уехала. В общем, теперь здесь. Живую работаю. Да. Что там? Настойчивые клиенты? Да. Очень хотят наш продукт. Просто в очередь стоят. Угу. Арсений, привет. А ты не знаешь, где мой муж? Поехал в Ашково к какому-то новому поставщику. А ты будто недоволен. Ну, да я просто не понимаю. У него тут куча проблем. Он все бросил на меня и уехал. Ну, если Марк так поступил, значит, это для чего-то нужно. Наверняка у него есть план. Ну, наверное, ты права. Ладно, спасибо. Пока. Ваш чай, пожалуйста. Посчитайте нас, пожалуйста. Я на неделю заеду. Покажут мне город? Так а что показывать? Дора-дора. Ну, ты все-таки приезжай. Что-нибудь придумай. Я заплачу. Что, две тысячи за эту селедку? Она шутит. Спасибо. Может, отключишь уже? Где папа? Папа на работе. Уже ночь. Ну, а ты же знаешь, что иногда у папы много работ. Но папа вечером всегда с нами. А сегодня не смог. Тогда давай банан. Папа на работе. Остались. Запрыгивай. Пристёгивайся. Молодец. Всё, с месяца я побежал. Возвращайся сегодня пораньше. Правда, нет. Твоя работа, она очень важная, да. Но мы по тебе скучаем. Намек, понял. Вечером у амбара. Пока. Пока. Вот. Пятьсот тысяч. Вы всё время звоните, требуете ещё, ещё, ещё. Так не может больше продолжаться. А ты что, хочешь жить спокойно и счастливо, после всего что-то сделала? Ты убил мою дочь. Помни об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марк 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 Кошмар прияснился. А ты не заболел? Температуры нет? Да нет, все нормально. Я тут про отпуск подумала. Может, в Европе воним на машине? Билеты возьмешь. Куда? Ты же про отпуск говорила. Да с тобой точно все в порядке? Да. Просто не проснулся еще. Кофе. А то от этих бумаг можно с ума сойти. Надеюсь, без сахара? Да, да. Ну, если что, я здесь. Все, не отвлекай. Хорошо. Марк, у нас проблемы. В нашей переговорке сидит Болотов. Он запросил все финансовые бумаги. Сидит, изучает. Черт, черт, черт. Слушай. И еще он в ярости, что ты его избегаешь. Я не могу сейчас встречаться с Болотовым. Просто не могу. Что значит не могу? Марк, подожди, ты куда? Только не сейчас, извини. Марк, подожди, ты объясни мне, что происходит. Здорово. Олег. Здорово. Доброе. Здорово. Здорово, Олег. У тебя все хорошо? Что-то ты в последнее время выглядишь, как конченый маньяк. Да, нормально все. Конечно, срываюсь в образ. Пытаюсь понять психологию убийцы. Главное в этом деле вовремя остановиться, Олег. Да. Не, Русик, ты не прав. Человек горит на работе. Тратит себя. А ты вовремя остановиться. Свои дела надо любить. Нашему злодею мама тоже говорила. Главное, говорит, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Поэтому... Проходите. Здравия желаю. Здравия желаю. Всем доброе утро. Знакомьтесь. Вот новый руководитель вашей группы. Здравствуйте. Следователь, майор юстиции Роман Алексеевич Дементьев. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Роман Алексеевич. Что, знакомы? Да. Здоров. Прошу, Роман Алексеевич. Садитесь. Роман Алексеевич родом из нашего города. Работал в полиции. Я уже ввел его в курс дела по душителю. Объяснил, насколько это важно и серьезно. И очень надеюсь, что, имея большой практический опыт, он сможет посмотреть на это дело по-новому. Владимир Николаевич, я прошу прощения. Что такое? Срочный звонок можно? Что такое? Две минуты. Разрешите? Да иди уже. Да иди уже. Извините. Так, теперь по делу. Новые мысли есть? Денис? План оперативно раскрытых мероприятий. Результатов пока никаких не дал. Я же от вас не прячусь. Хорошо, хорошо. Я помню про сроки. Я помню. Но просто на это нужно время. Нет, стоп. Я сейчас решу вопросы и сам вас на... Малыш, привет. Давай с отелем определимся. Смотри, есть два варианта. Один с парком на третьей линии. И на первой линии, но без парка. И по датам нужно сообразить. Аля, ты выбери сам. Извини, я не могу долго говорить. Я за рулем поехал в Башково на переговоры. Буду поздно. Пока. Что-нибудь решили? Знаете, нет, мне нужно еще время. Зайду в следующий раз. Что случилось? Я знаю, Марк. Ладно. Проехали. Ну, говори. Он в последнее время практически перестал быть дома. Все время в разъездах. Мы не этим все. Ну, конечно, он же трудоголик. Наверное, ты права. Он сейчас еще и бизнес расширяет. Вот видишь. Я, кажется, схожу с ума. Ну, ты поддерживай его. Сама же мне так всегда говоришь. Действительно, что может быть скучнее, чем ревнин уже? У-у-у. Обожаю букетно-конфетный период. Особенно, когда он короткий. Лучше в гостинице. Хочу. Сколько звезд? Сколько захочешь. Да. Что ты на меня так смотришь? Я женат. Вот это сюрприз. Ты догадалась? Конечно, я догадалась. Жена того мужика за версту, видать. Потом тебе так часто звонит твой клиент по имени Алина. Слушай, ты не парься. Мне пофиг. Обычно эта женщина волнует. Да с какой стати это меня должно волновать? Замуж за тебя я не собираюсь. Секс у нас был отличный. Ну, а если ты гуляешь от жены, то это ваши с моей проблемой. Я не гуляю. Это в первый раз. Да ладно. То есть ты что, в меня влюбился? С первого взгляда и это на всю жизнь? Повезло мне. Ладно, мне пора. Ну, брось. Ну, ты что, обиделся? Ну, перестань. Ну, мне не 15 лет. Нет, я не обиделся. Просто я не могу остаться на ночь. А я можно тут поторчу? Мама шикарная. Никогда в таких не жила. Да, конечно. Радио твое туши, иначе вытащим свободу. Три минуты. Тебе понял? Чем за вас? Мам! Пушки. Да. Пушки. 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 Да. Пушки. Пушки. Мам! Что случилось? Опять этот сон? Все, тихо, 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 мой хороший, я здесь. Это просто сон. Мам, мне опять приснилась эта тетя. Все, успокойся. Просто сон. Можно я с тобой посплю? Конечно. Конечно, пойдем. Прости, вчера поздно приехал, не хотел вас будить. Ты спала с Антошкой. Да, ему опять этот сон приснился. Опять эта страшная женщина. М-м-м, привет-привет, Игоня. Он скучает по тебе. Ждал вчера весь вечер. Я не смогла дозвониться. Там связь плохая была. Ты как? Он почему не в школе? Знаешь, он плохо спал. Решил сделать человека выходной. Потусим, деду съедим. Поставь чайник. Давай. Цок. Мне нужно в душ. И на работу. А как твоя поездка? Ничего, нормально. Может, расскажешь? Не забивай себе голову. Я с дороги еще не мался. Ну, что такие радостные? Поймали злодея? Похоже на то. Ну, жалуйтесь. Перешерстили все тюрьмы. Так. Выяснили, что три месяца назад освободился некий Егор Шишкарев. Отбывал срок за грабеж. Съел он сразу после того, как было совершено нападение на Антонина Севякова. После которого, как нам известно, все нападения прекратились. И еще. Егор Шишкарев ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Мы просили соседей. Все его немного побаиваются. Он заносчивый, вспыльчивый и бухать любит. Съездили по адресу. Дома его не застали. Но заглянули в комнату через окно. Благо, что живет на первом этаже. Дома такая откровенная помойка. У него явно проблемы с личной жизнью. Бабы ему не дают. Вот он мстит. Ну, это нормально. Знаю я его. Он проходил по делу исчезновения Мариевы Воронцовой. Работал водителем в том же районе. У него последнее дело перед моим отъездом в Москву. Послушайте. Так, может быть, все-таки Воронцова имеет отношение к нашей серии? Тогда все наши совпадения не случайны? Надо брать Шишкарева. Торопитесь, мужики. Вы вот это читали. Умные, расчетливые, аккуратные. Легко фуеет доверие. Особенно к женщинам. Не совпадает это, Шишкарев. Согласен. Только это все теория. Это они все как в кино. Умные, аккуратные, обаятельные, привлекательные. А в жизни все по-другому. Ну, хорошо. Отработайте. Да мы поотработали уже все. Давай задержим и допросим его в конце концов. Нет, просто поговорить. А дальше возвращайтесь к основной версии. Вы в бар ездили, где последний раз видели нашу жертву? Нет. А чего тогда стоим? Ждем. А вы что, бросили? Да. Какая штука? Значит, напополам. Ирина, прохожу здесь практику. Рома. В смысле, роман. Следовать. Только его перевелся. Паразит. Привет, Анна. Ой. Ой. Как ты меня напугал, паразит. Что, я такой страшный, что ли? Да нет. Я просто не ожидала тебя увидеть здесь, средь бела дня. От тебя ж ни слуху, ни духу. Невестка и та чаще меня навещает, чем родной сын. Мам, ну, перестань ворчать. Сделал лучше чаю. Мать, чуть заика не сделала. Мама, а где Машины вещи? Тут в шкафу. Мама, скажи, зачем тебе ее вещи? Нужны? Зачем? Мама, ну, чего ты заводишься? Я не понимаю, зачем я храню эти вещи? Мама, а оно зачем тебе? Приятель попросил для дочери, ей не в чем пойти на выпускной. Что ты какой-то чушь болтаешь? И это платье на выпускной? Мама, что за допрос? Марк, не вздумай обидеть Алину. Ну, дед, опять куда-то ездил. Наверное, за китайской лапшой. Привет. Привет, пап. Какие люди? Антоха? Дед. Здорово, здорово. А мы с мамой ходили на батуты. Так. И еще там игровые автоматы. И можно на машине покататься. Где штука интересная? В цирке? Ну, дед, где ты видел, что в цирке были игровые автоматы? Мы в торговый центр ездили. Ой, а зачем ты столько набрала? Я все купил. Да что ты там купил? Покур на тебя по-человечески. Антон, неси. О, да-да-да, давай-давай-давай. О. Пап, ну… Ничего, ничего. Разберется. А у тебя что-то случилось? Да нормально все. Не ври мне. Я же вижу, что что-то случилось. Присядь. Присядь, говорю. Да, Марк. Какой-то странный в последнее время. Знаешь, как будто бы не со мной. На звонки не отвечает, а… Даже… Даже кажется, что у него кто появился. Кто? Кто? Другая женщина. Ого. Скажи, что я дура. Ну… Не без этого. Ты же сама говорила, что он женат на своей работе. Он женат на мне. Нет, это само собой. Ну… Это правильно, когда мужчина увлечен в своей работе. И так же правильно, когда и женщина следит за своим домом. А… Поэтому ты меня все время на работу выпихиваешь, да? Нет, это я имел в виду обычных женщин. А я же знаю, что ты у меня не такая, как все. Пап… Расскажи про маму. Я… Помню, конечно, что-то, но… Мама, помню, что вы ссорились. А так ничего не знаю. Твоя мама была… Очень сложным человеком. Ее очень терзало то, что она не смогла себя реализовать. Похоронила себя в браке с милиционером. Ну, вроде того. Я думаю, что она из-за этого и… Знаешь, после аварии… Ну, когда я стал ездить вот на этой вот штуке. Времени-то много появилось. Стал думать. И часто стал ее вспоминать. И вот думаю я. Все ли я правильно делал. И вообще, вот… Все ли я сделал для того, чтобы уберечь ее от… Самоубийство это ведь… А пап, ладно, надо. Одно знаю точно. Я ее очень сильно любил. Да я знаю, знаю. Ты все сделал. Все, что мог. Не нужно себя винить, слышишь? Хорошо, не буду. Но это и меня тоже должно понять. Ну, почему я тебя все время толдычу проработал. Я очень хочу, чтобы ты реализовалась. Понимаешь? Угу. Ну, тогда всякие дурацкие мысли не будут приходить в голову насчет мужа. Ладно. 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 Ладно! Мама, мы играем шпиона. Мама, мы играем шпиона. Мама, мы играем шпиона. Я подъехал. Мама, мы играем шпиона. Мама, мы играем шпиона. Я игроков знаю. Месяц, два и все по новой. В баре, где выпивала Яна, никто ничего не видел. С кем Яна ушла и ушла ли она одна, барменша сказать не может. Так. Пришла распечатка от сотового оператора. СМС переписки Яна с ее парнем. Зовут его Михаил и он ей угрожал. Миша дозвонились? Абонент недоступный. Что еще говорила бармен? Бармен на самом деле рассказал очень много нового. Со слов матери мы все знаем Яну как скрытную и таинственную. А барменша рассказала, что несколько раз Яна приходила в бар. Откровенно снимала мужиков. И уезжала вместе с ними. Ну вот он узнал и конечно же Миша могло сорвать крышу. Ну тогда это не серия, это убийство на почве ревности. Что с Шишкаревым? Нашли? Нет. Ну так давайте искать. Ирочка, здравствуй. Здравствуйте, товарищ майор. Мелочей нет? Да вроде было. В куртке видно забыл. Тогда держите. А ты? А я буду мучиться. А зачем мучиться? Я угощу. Ну вот и что он нам скажет? Да, мол, это я душил девушек. Простите, был неправ. Просто темперамент у меня такой. Да не темперамент, а миссия. Наш дружочек чистит мир от скверной. Искореняет грех, так сказать. Я все равно не могу понять, с какой херомантией нам с этим Шишкаревым беседы беседовать. Надо тащить его в отдел и допрашивать. Да нет, Дэн. Майор был прав. Вот за что ты его тянешь в отдел? За попытку ограбления он уже отсидел, а за бардак в комнате. Но за это не сажают, Дэн. А вот, похоже, и наш клиент. Гражданин Шишкарев. Оперуполномоченный Исоев. Стой! Шишкарев! Стой, Шишкарев! Стоять! Стой, сука! Друз, давай за ним! Стой! Стой, стрелять буду! Стой, говорю! Стой! Стой! Друз! Ты как? Ворота! Стой! 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 Номер в машине! Быстро! Еще я очень люблю квесты. Была на всех в городе. К сожалению. Теперь только если в другую область ехать. А ты играл когда-нибудь? Нет, я на тусовки не хожу. Тебе скучно? Да нет, я, наверное, просто скучно. По-моему, ты немного дикий. Дичем. Поехали в клуб или караоке. Да. Кто? Исой где? Да, сейчас буду. Мне в больницу. Исой его порезали. Тима. Загружение в голове. Более. Один. Тем это. Тима. Брее. Тема. Тема. Тема курина. Тема. 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 Привет. А ты скоро домой? Не знаю, малыш. Еще одна встреча. А можешь побыстрее? Я все хотела тебе сказать, только не смейся, пожалуйста. Мне кажется, что за мной в последнее время кто-то следит. Что? Да. На днях меня преследовала какая-то машина. Может, мне показалось, но дома тоже. Когда тебя нет… Не сходи с ума. Выпьем валерьянки и ложись. Завтра поговорим. Пока. Привет! Прилежный ученик. Усвоил никаких телефонов на уроке. Ну, а что, в гостинице? Сперва поесть. Ну что, все нормально, ничего жизневажного не задето, только крови потерял много. Жить будет? Будет. Ну, вот и славно. Спасибо. Ты как? Нормально. Родным сообщили? А, да. Жена уже едет. У квартиры Шишкарева людей выставили. У дома его родители тоже. Домой он вряд ли вернется. Ты иди, я дожду, жена. Я не… Ну, давай, старик, ну не выдумай, ну. Да. Ром, это Ира. Как твой опер? Нормально. Ну, вот и прекрасно. Может вернешься, здесь обещают весело будет вечером. Я в больнице. А я пока никуда не собираюсь. Классный ресторан. Я до тебя никогда в таких не была. Давай это будет наше место? Меня до тебя никто в такие не водил. Хотя, может, и водил. А я просто не помню. Что значит не помню? Да ладно. Ерунда заботилась. Ты еще подумаешь, что я сумасшедшая. Нет, не подумаю. Говори. Ну, ладно. Я это… На самом деле… Только последние четыре года своей жизни помню. А что-то как до этого было, мне всегда муж рассказывал. Ну, у меня там… Травма случилась и, в общем… Да, короче, память отшила. Ну, что? Ну, вот. Точно не надо было тебе рассказывать, да? Можно я буду помогать? Хорошо. Морковь почисть. Держи нож, только аккуратно не обрежься. Ну, мам. Да? Малыш, ты извини, но я сегодня не приеду. Как Антошка тебе ужин готовит? Переговоры были очень сложные. Я еле живу сейчас. Ехать в таком состоянии опасно. Боюсь, просто усну по дороге. Алло. Алина. Алин, ты меня слышишь? Угу. Хорошо. Молодец. Давай дальше чисти. Что остановилось? Да? Что здесь? Все, все, все. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Подожди. Вау! Ну и что это? Оно ведь не новое, да? Наверное платье твоей жены, которое ты придушил. Да? Что ты несешь? Я никого не убиваю. Придушил, придушил. Теперь одел его на меня. Ты тоже хочешь меня придушить. Да? Что там? Что-то еще? Что там? Что-то еще? Ну как? Я похожа на женщину, которую ты любил? Куда она делась? Где она? Она меня бросила. Ну и дура. Я бы такого никогда не бросила. Это что, все? Силы закончились? Я сплю. Что? Спишь? Я сплю, все. Может я уже пойду? Иди, мусор не забудь. Скотина. То есть ты просто хотел со мной переспать? Ага. Козел. Больной на всю голову. А что делаешь? Хочешь набить себе тату? Угу. У меня уже была один раз маленькая. Вот тут. Такая маленькая-маленькая, но муж заставил свести. Ну, он у меня так был чокнутый, слегка старовер типа. А татуировочка была такая совсем малюсенькая, цветочка. Угу. Слушай, скажи. Ты совсем ничего не помнишь? Детство, школа, первые влюблены, а? Может, к психологу пойти? Гипнотизера. Слушай. Ну, что ты ко мне пристал? Да какая разница, что там было? Я уверена, ничего хорошего точно не было. И потом? Тебя-то что? Мы же договорились, что у нас просто секс. Да? Ну, ты куда? У нас же просто секс. Тебе какая разница? Тебе, кто-то, кто-то. Тебе, кто-то. Музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет. Все-таки приехал? А ты чего в темноте сидишь? Не спится. Ужинать будешь? Мы с Антошей баклажаны потушили. Да нет, не хочу. Антон их не любит. Да и я не очень. Доброй ночи. Почему мне не сообщили, что у нас есть подозреваемые? Это было мое решение, Владимир Николаевич. Да? Может, объяснишь? Шишкарев не подходит под классификацию злодея. Я думал, с ним достаточно просто поговорить, пообщаться. А мне плевать на твои классификации, майор. Мне нужна работа, результат, а не твоей теории. Шишкарев проходил как свидетель в деле о пропавшей безвести, так? Срок его заключения совпадает с паузой убийств. Ну, что еще нужно, чтобы понять, что он может быть опасен? Надпись на лбу «Я маньяк»? А где эксперт? Я спрашиваю, где Олег? Он у меня отпросился. Личные обстоятельства. Олеж! Здоров. Каким судьбаем? Привет. Нужно поговорить. Сейчас срочно на оперативку опаздываю. Так. Прошу. Слушай, а ты чего такой взируш? Проблемы дома? По-моему, проблемы у тебя. С чего ты взял? Давно олене изменяешь? Не понял. А засос на шее. Ты его, конечно, запудрил. Но этого недостаточно, чтобы обмануть судмедэксперта и жену. Алина и поставила, бывает. Мне-то зачем врать? В начале вашего брака, да, действительно, были такие засосы. Но потом это прошло. В семейной жизни острота уходит, так бывает. Ты что? Годами следишь за моими засосами? Извини, это профессиональные. Все мы немножко маньяки. Ну, давай к Олеся. Кто она? Разогнать бы вас к чертовой матери всех! Виноват, товарищ полковник. С меня и спрашиваете. Да мне что с того, что ты виноват? Ты это скажи своему сотруднику, который в больнице с ранением лежит. Да, старик. Попал. Я думал, у меня проблема. И что делать? Что мне теперь делать? Ну, что прям так похоже на Машу. Ну, Алина, как я понимаю, не догадывается о существовании Нади, да? Ну, слушай, это все равно еще ничего не значит. Очень похоже. И, помню, последние четыре года. Ну, ну, и что? Ну, татуировка. Кстати, скажи, можно вывести татуировку так, чтобы ее вообще не было видно? Ну, в принципе, можно. Небольшую. Достаточно свежую, да. Маша сделала татуировку незадолго до того, как пропала. Ну, слушай, ну, сейчас у всех татуировки. Ну, тоже, может быть, просто совпадение. Ну, вот все это… Похоже на Машу. Потеря памяти. Татуировка. Макс, Тавик, ты даже не знаешь, что у меня там сейчас внутри происходит. Если это Маша… Ну, хорошо. Простой выход. Экспертиза ДНК. Очень простой выход. Что думаешь? Мне нужно будет у него слюну как-то добыть? Совсем не обязательно. Волос с расчески возьми и все. И у Антона тоже. Все. Олежа, где тебе новости? Ладно. Я пойду. Давай. Здрасьте. Что вы здесь делаете? Мы же договорились. Я не могу вам дозвониться. Вы не берете трубку. Вы меня внесли в черный список? Я уже платил вам в этом месяце. Мне нужно. Иначе бы я сюда не пришла. Так не может больше продолжаться. И я не дам вам денег. Я не позволю так с собой говорить. Слышите? Мне сейчас нужно сто пятьдесят тысяч. Сейчас. Понятно? Я пойду в полицию. Я наконец это сделаю. Ты убийца. И пусть они об этом узнают. Я не убийца. И полиция здесь ни при чем. А тогда чего же ты платишь, а? Боишься? Шашкарек? Я про этого дегенерата даже слышать не хочу. А где его найти? Понятия не имею. После того, как его уволили, я ничего о нем не слышал. За что уволили? А за что его на работе держать? Это же не человек. Это стихийное бедствие. Алкаш. К тому же грубиян. Но не за грубой же его уволили. Степаныч. Степаныч, давай быстрее уже. Да иду, иду. За грубостью уволили. Пассажира не грубил. Может быть, друзья были, есть. Честно сказать, слово дружба к Егору не подходит. Хотя, был у него приятель Димка Кузнецов. Но он пропал. Без вести. Давно? Ну, месяца через два после увольнения Шишкарева. Тоже приезжали, спрашивали, поискали, поискали. А что толку-то? Спасибо. Да не за что. Давай. Степаныч! Месси против Ахенфеева. Наша сборная побеждает. Отчитывай, отчитывай. Куда ты? Не знаю. Может, ты и права. Как? Следи за ним. Зачем? Покопайся в его телефоне. Что? А что, лучше держать голову в песке, как страус? Ладно, я тебя услышала. Так, все, девятиметровый. Давай, отмеряй девять метров. Все, я понимаю. Вот. Смотрите. Там, где? Там, где? Там, где? Там! Третья, ты? Там, кухня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скажите, а ей было очень больно? Не думайте об этом. Я только сегодня узнал, приехал и… Пришли сюда. Так. Да. Я думаю, у вас есть ко мне вопросы? У вас произошел с ней конфликт, так? Да, она приревновала меня к коллеге. А вы ей изменяли? Нет. Ну, Яна, она была такая, вобьет себе что-нибудь в голову, не переубедишь. Я ей звонил, но она бросала трубку. Вы посылали ей смс с угрозами. Понимаете, понимаете, трудно себя было сдерживать. Я объясню. Я за ней полгода ходил, чтобы пригласить ее на свидание. У нас с ней все произошло, ну, вы понимаете, постель и все такое. Только после того, как я ей сделал предложение, я ей кольцо подарил. Все, как полагается. Так что изменять я ей даже и не думаю. А она на пустом месте скандал устроила. Она не поверила мне. Командировку свою документально подтвердить сможете? Да, конечно. Скажите, а у нее мог быть еще кто-нибудь, кроме вас? Исключено. Уверен. Яна была очень закрытой, закомплексованной. Вы можете идти, если вы нам понадобитесь, мы с вами свяжемся. Ясно. Да, я никуда уезжать не собираюсь и буду в городе. Хорошо. Свободно. Вот и Яна. Я думаю, он не врет. Я только одного не могу понять. Как можно было столько всего скрывать от самых близких? Я думаю, нужно дальше искать Шишкарева. Я поднял дело по поводу исчезновения его дружка к кузнецу. У Кузнецова был гараж. В деле отсутствует информация. Об осмотре гаража. Надо глянуть. Звучит музыка. Здрасте. Здрасте. Мы по поводу Кузнецова. А что, нашли? Нет, не нашли. У него гараж был. Не знаете где? Так вон тот. А кто-нибудь с момента исчезновения Кузнецова открывал гараж? Нет, никого не было. Нет, никого не было. Взяли. Отдай. Давай, давай, давай. Пошла. Давай, давай, давай. Хорошо. Хорош. Тормози. Давай. Давай. Да пошли внутрь. Светка есть? Вон там выключатель. Коль, глянь. Ага. Во, Башка. Чёрт. 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 Да. Чёрт. Да, есть неправильник. Чёрт. Есть чёрт? Все, что там есть? Да. Понимаю, что там. Нет. 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 Опаньки. Ты видал? Ну, а что? А чем Кузнецов занимался? Да ничем. За любую работу брался. Ну, таксовал, машину здесь держал. Надо додуматься, сколько денег в гараже хранить. Таксовал без выходных. Ага. Смотрим дальше. Да. Работаем. Поехали. Мужики, а что за запасок? Кто такой? Давай. Что там? Что там? Вонючка какая. Хорошо еще на морозе. Красавица. Ага. 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 Гражданин, постойте. Стой! Давай за ним! Стой! 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 Ага. Давай, першлигу. Руки! Стой! Стой! Руки! Стой! Пошел! Пошел. Давай, я подшиплю. Крывай. Внимай! Текстер пояс. Альтон. Заходи! Повторяем! Текстер пояс. Альтон. Ушкина. Отправим. Готов? Начинаем. Итак, наш первый выпуск будет посвящен прекрасному новому набору. Та-дам! Смотрите! Это прекрасный новый крутой корабль. Ну что, открываем? Пока. Все как обычно. Так. Ага. Инструкция. Это нам пригодится. Привет, мам. Все, стоп, 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 стоп. А мы снимаем наш первый выпуск для моего блога. Сам придумал? Ага. Это будет бомба. Про конструкторы. Про компьютерные игры. У нас будет мужской блог. Молодцы. Спасибо, что забрала Антошку. Пожалуйста, а ты где была? Просто гуляла. У тебя все хорошо? Да, а что? Ничего просто. Ты какая-то грустная или мне показалась? Показалась. Давайте закругляемся на сегодня. Мама, еще чуть-чуть. Закругляемся. Завтра рано вставать. Ама, баба. Завтра рано вставать. И мне тоже. Ольга. Ама, badge. Эта паспорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Дело поставить на поток! Я подбирал квартиру, потом ее вместе выставляли! Ночью волокли все это к нему в гараж! Потом он по своим каналам все это сбывал! Брал себе большую часть! Мне это не понравилось! Я на него наехал! И в гараже! Я не знаю, как это взапали! И сам не понял, как это все произошло! Почему не взяли деньги? Так я их не нашел! Я тело спрятал! По-быстрому поискал, но не нашел! А этих женщин я не трогал! Да я бы и не смог! Что я упырь какой-то! Да я бы от таких дел уже в петлю влез! Угу! Я поняла! Ты будешь журналистом! Ты хочешь, да? Нет, ба! Какой журналист? Я буду вести свой блог! Рассказывать о компьютерных играх! И о своем конструкторе! Что-нибудь еще придумаю! Ну хорошо! Вот твои репортажи, я не знаю, как они там будут называться, их нужно снять! А для этого оператор нужен и камера! Вау! Ну ты даешь! Какой оператор? Какая камера? Делки? Угу! А-а-а-а! Я забыл! Да, на телефоне даже камеры! Скажет, у нас отстало! Договорились! Камеры, например, сверху, надо пробки выжать! Мам! 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 У-у-у. Извини, пожалуйста. Марк, извини, пожалуйста. Я тебя не ударила, нет? Фуф. Ну, прости, пожалуйста. Прости, ну... Я не могу просто терпеть, когда меня в шею целуют. У меня просто все... Фуф, я тебе даже передать не могу, как у меня все переворачивается внутри. Ну, это какая-то патология у меня. Я не знаю. Ну, прости, но ты не виноват. Ну, все нормально? Почему? Как Антошка? Хорошо. В школу сходил, бабушку навестила, теперь спит. Спасибо тебе. За что? Что маму мою не забываешь. Марк... Как у тебя день прошел? Как обычно. Встреча, совещание. Потом поехали на производство. Новую линию его налаживать. Устал сил нет. Хватит уже! Хватит говорить про свою работу. Ну, ты же сама спросила. Привет. Привет. Как дела? Ничего. Слушай, ты все время спрашивал, помню ли я хоть что-нибудь? Так вот, у меня все-таки есть одно воспоминание. Говори. Ну, в общем, я помню, какой же ты ребенок. Мальчик лет трех-четырех. Ну, это все очень обрывочно и невнятно. Вот, но... Да, это, конечно, в общем, чушь какая-то. У меня ведь нет детей. Ну, ты же спрашивай. Марк. Марк, ты меня слышишь? Марк. Всего доброго. Привет. Привет. А ты что на такси? Где машина? В ремонт отдал. А что с ним? Ничего, просто техосмотр. Так мы же недавно делали. Настя, ты что хочешь? Ты в машинах разбираешься? Вне очередной техосмотр. Все, допрос окончен. А что ты так со мной разговариваешь? Ну, а что ты тупишь-то? Тысяча вопросов. Идешь, нет? Нет. Он сидит и врет у меня в глаза. На производство ездил, линию запускал. Ну, это ж не его жена. Не знаю. Она очень похожа, очень. Да не, ну бред. А где она тогда пропадала эти четыре года? Просто женщина, заправка которой похожа на нее. Его первую жену. Что мне делать? Да расслабиться. Да, нужно съездить в Ошкову и просто поговорить с ней. Ну, вообще-то я не это имела в виду. Вон я. Пыталась все контролировать. Вечно задавала вопросы Олегу, доставала его. Пыталась все расставить по своим местам, расставила. Он отдельно, я отдельно. Совсем плохо. Да, Ли, мы абсолютно чужие люди. Чувствую, что нам будет только хуже. Знаешь, правда, нужно расслабиться, чтобы не сойти с ума. Пусть все идет, как идет. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть все идет. Уверху все идет, чтобы не подножить. Хоть-то не надо. Махть nutzen. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый день. С вас сто тридцать. Пятая, девяносто второе, ка еще двести. Пятая, девяносто второе, ка еще двести. Спасибо. Вторая, девяносто второе, ка еще двести. Четвертая, девяносто пятый, готова. Всего доброго. Спасибо. Свет! Я на пять минут. Хорошо. А Алина? Он тоже на меня, как на призрака смотрел. Что, так похоже? Ну, что, приехал? Сейчас будешь просить оставить твоего мужа в покое? Так я его и не трогаю, он сам сюда катается. Взрослый мальчик. Я вам денег дам. Сколько? Миллион. Слушай, не делай так больше. Здорово. Волос принес? Угу. Давай. Ты знаешь, я тут подумал, а не нужно делать никаких тестов. Круто. И правильно. Очень хорошо, что к этому сам пришел. Это все фигня просто. Эта женщина очень похожа на твою Машу. Вот и все. Просто выкинь из головы, забудь и успокойся. Нет. Ты меня не так понял. Я уверен, что это Маша. Поэтому не нужно делать никаких тестов. Да. Так подожди. Что ты будешь теперь делать-то? Пока не знаю. Ну, наверное, для начала надо поговорить. С Надей. С Надей. Привет. Привет. Мне нужно с тобой поговорить. Прекрасно. Мне тоже. Это что? Твоя заходила. Дала за тебя миллион. Чтобы я с тобой больше не встречалась. Ну, я отказываться-то не стала. Деньги неплохие. Ладно, я с этим разберусь. Послушай. Тебя зовут не Надя. Тебя зовут Маша. Маша Воронцова, ты не просто похожа на мою жену. Ты и есть моя жена. Она пропала несколько лет тому назад. Пропала без вести. Предполагала, что она стала жаждой маньяка. Но, по-видимому, ты просто потеряла память. Ты что, курил? Ну, вот. Вот, посмотри. Вот это ее фотография. Разве могут быть посторонние люди? Так друг на друга похожи. Это же ты. Ну, просто прическа другая. Еще на ключице у нее была татуировка. Видит цветка. А еще она ненавидела, как ты отцеловала ее в шею. А еще у нас с ней сын. Ему сейчас восемь. Когда она пропала, ему было около четырех. Да это вред какой-то. Слушай, Леша мне говорил, что мы поженились десять лет назад. Твой Леша тебе врал. Я не знаю зачем. Но теперь это и не важно. Мы будем жить вместе. Как прежде. И я постараюсь в это поверить. Я постараюсь в это поверить. ПОЛИТА Я пыталась защитить свою семью. Я понимаю, что от этого можно сойти с ума. Она очень похожа на Машу, но это невозможно. Надя, это Маша. Я не хочу делать тебе лишний разбольный доказательств только что. Это не может быть совпадением. Прости меня. Прости, я не хотел тебя обманывать. Но я не могу поступить по-другому, пойми. А ты немного от меня хочешь? То есть я, я должна понять, понять все это. Я же умная, сильная, да. А то, что было между нами эти четыре года, ты хочешь просто... чувством почеркнуть, забыть. Я понимаю твои чувства. Но я должен... поступить правильно. Ясно. Антон останется со мной, он мой сын. Тебе надо уже поколиться. Да, она ему в кошмарах, я это не забыл! Ты хочешь, чтобы этот кошмар стал реальностью, а? Что вы с ребенком, ты подумал? Вы что, ссоритесь? Нет, малыш, все в порядке. Завтра как-то нас не будет, теперь уже еще не едешь. Пойдем наверх. Антон мой сын, понимаете, мой. Не Марка и не этой женщины. Он мой. Мы с ним думаем одинаково, смотрим на мир одинаково. Он не сможет без меня. А ее он боится, она ему в кошмарах снится. Кто после этого... Да вы не волнуйтесь так. Отвоюем мы вашу Антошку. Правда? Конечно. Вы сейчас идите к секретарю, она составит договор, и мы начнем действовать. Ваш сын останется с вами, не переживайте. У нас большой опыт в таких делах. Спасибо. Алина Борисовна, я хотел вам сказать, вам надо договориться с мужем. Не поняла, почему? Ваши шансы вернуть сына при живой матери равны нулю. Но адвокат только что сказал... Правильно. Потому что он адвокат. Это его работа. Жалобы, апелляции, прошения. Он будет заниматься этим вечно. Вы будете за это платить. Вам надо договориться. Суд не займет вашу сторону. Мне жаль. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здрасте. Пожалуйста. До свидания. Это ПТС и доверенность. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Папа поедет? Папа не поедет. Ты же знаешь что? У него много работы. Он к нам позже. Давай сам пристегнись. Дима Торзок Марк. Все собрались. Ждем тебя. Да. Сейчас иду. Мам, это же папа звонит. Дима Торзок, я сейчас не могу отвлекаться. Мы с папой потом поговорим. Ладно? Ну можно я поговорю с папой? Ну пожалуйста. Ладно, держи. Он на полупал. Что? Он на полупал. Торзок 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 Теперь по поводу реализации. Что у нас с соседними областями? Друзья, это не шутки. Если мы не увеличим сбыт, мы умрем. Рядом с нами Тверская, Владимирская, Ивановская, Костромская область. Но это же громадный рынок, вы понимаете? Арсений прав. В Переславле мы есть, в Ростове мы есть, в Угличе мы есть. Мышкин. В чем проблема? Вы что, все так заняты, что некому съездить в Рыбинск? Ну, давайте, я сам съезжу. Не проблема. Да. Сейчас приеду. Где это случилось? Еду. Как тебя зовут? Антон. Посмотри сюда, Антон. У тебя болит что-нибудь? Нет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Хорошо. Антошка, мальчик мой родной. Как ты, мой хороший, а? Все хорошо. Никаких повреждений. Все в порядке с ним? Да, все в порядке. Ты мой. Ты мой. Он просто испугался. Так, я шла рано. Ты как? Как ты? Нормально. Подожди. Это что за машина? Ты на ней была? Чемодан. Ты что? Ты что, хотел избежать с Антошкой, что ли? Ты чего? Ты на нее сошла? Ты на нее сошла? Угу? Ладно. Так, Антон, ее забирай, и поживет пока у бабушки. За вещами заеду сегодня. Я тебе его не отдам. Не встань мне. Не встань, я сказал. Это мой сын. Понимаешь, мой. Ну, пойми меня, пожалуйста, я, что я не могу поступить сейчас иначе. Извини. Так, Антошка, мы уходим. Иди ко мне. А как же мама? Мама не может сейчас с нами поехать. Подпишите протокол. Наверное, что-то сделала не так. Это почему? Потому что он просто сделала и ушел. Он не просто ушел. Это, знаешь, если это Надя действительно похожа на его бывшую жену. Да, да. Очень похожа. Это с катушек может слететь. Ты тоже считаешь, что я... должна все понять, я же умная, сильная и все такое, да. Я сейчас скажу глупость, только ты не обижайся, но... Наши жизнь на этом не заканчивается. И, знаешь, иногда тупая банальность может предать силу. Вот я сейчас недавно разговаривал со своем коллегой по службе. Да, которую я обожал и без которой не представлял себе жизни. Так вот, он ходит на службу, а я сижу в этом инвалидном кресле и... Прости. Прости, тебе еще хуже, чем мне. Ну, неизвестно, кому сейчас хуже. Я просто хочу, чтобы ты начала, вернее, чтобы ты продолжила жить в сложившейся ситуации. Слушай, что, мы этот чай... Пойдем выпьем. Серьезно? Ой. Неплохо, да? Ага. Слушай, мне мысль в голову пришла. Говори. Скажешь, что я сумасшедший. Слушай, а? Да пообещай, что не будешь ругаться. Ну? Ты пообещала. Ну, говори уже. А вот я подумал, если ты уже не домохозяйка, то, может быть, вместо того, чтобы себя жалеть, ты вернулась бы в полицию. Слушай. Ну, вот я же говорил, будешь ругаться. Пап, ну, кому я нужна в этой полиции сейчас? Я уже все забыла. Навыки подрастеряла, которых и так было немного. Это зря. Ну, давай. Ой. Ой. Ну, что, отпускает помаленьку? Угу. Ну? А сейчас переключись. Забудь обо всем. Можешь мне дать психологический портрет душителя? Брест какой-то. Ну, я сказал, будешь ругаться. Давай, переключись. Это приказ. Думаю, он очень умный. Ай-кью не ниже 130. Человек очень большой выдержки. Возможно, он очень обаятельный. Рискну даже предположить, что красивый. Если учесть, что его жертвы – это замужние женщины, которые ведут, ну, так скажем, не совсем правильно. Изменяют, выпивают, сквернословят на улице. И, возможно, он преследует какую-то сверхидею. Очищает мир от грязи или что-то подобное. Интересно то, что... Трупы он относит к воде. Тут, возможно, есть какие-то биографические корни. Почти уверена, что первую жертву он убил случайно или в состоянии аффекта. И она не включена в его послужной список, потому что... Почерк и ритуал убийства еще не до конца сформированы. Что еще? Ну и следующую жертву нужно ждать в самое ближайшее время, потому что, когда тушитель входит в рецидив после ремиссии, он убивает несколько жертв в короткий период времени. А дальше опять ремиссия и пауза. Подходит? Угу. Подходит. Здрасте. Здравствуйте, Алина. Завтра в девять я вас жду у себя. Работать будете в следственном комитете. До завтра. Пока. Познакомься. Это твой новый шеф. Полковник Митрофанов Владимир Николаевич. И давно ты его набрал? Да не волнуйся. Как ты плакалась, он не слышал. Здравствуйте. Конечно. Сиди сюда. Простите, а вы не подскажете, как пройти? Иди к полковнику Митрофанову. Привет. Кофе готов. Кофе готов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, их вроде и устранили, а вроде и нет. Зарплату задерживаете. На всех фронтах, господа, у вас недочеты. Да, задерживали дважды. Но зато потом все выплатили и даже выписали. Примет? Примет, хорошо. Но у меня все основания для проведения всесторонней доскональной проверки вашего предприятия. Вы знаете, мне кажется, вы правы. Мы растем, сложно уследить за всем. Где-то ошибаемся. И я тут подумал, неплохо было бы нам завестись еще одним надежным партнером. И я хочу, чтобы этим надежным партнером были вы. Это договор на передачу трех процентов акций. Там осталось только вписать имя и фамилию. Вы можете вписать любого человека, который будет представлять ваши интересы. Очень неожиданное предложение. Признаю. Но думаю, я действительно смогу быть вам полезен, господа. Моя жена недавно закончила школу бизнеса. Даже стажировалась во Франции. Уверен, она справится. Ну вот и прекрасно. Я тогда дам распоряжение начальнику юридического отдела. Он все подготовит. Хорошо. Надеюсь, мы сработаемся. Мам. Привет. А где Антошка? Спит. Мам, ну я же просил его собрать. Он не очень хорошо себя чувствует. Просто дился немного. А потом я тебе хочу сказать. В любом случае, Антон никуда не уедет. И с этой женщиной он жить не будет. Мама, эта женщина его мать. Мать, которая сбежала из дома. Шалялась где-то несколько лет. А теперь приехала. И предъявляет права на моего внука. Да Маша ни в чем не виновата. Она потеряла память. И никуда она не сбегала по своей воле. И она мать Антона. А я знаю только одну мать Антона. Алину. Мам. Я уже все решил. Мы с Машей и Антоном будем жить в старой квартире. Какой ты глупый у меня. Ты Алину уже потерял. Маша твоя сбежит снова. Вот увидишь. И останешься ты один. А вот ты умеешь поддержать маму. Спасибо. Помнишь этот ресторан? Да, мы ходили сюда. С Марком часто. Я тебя тоже сюда приглашу. Да? Помнишь, я тебе здесь все устроил? С самым милостем. Точно. Я, конечно, мил себя тогда, как кретин. Давай об этом не вспомним, Маша. Договорились. Пока. Выпил, не садись за руль. К сожалению, это правило так и не стало золотым для водителя серебристой иномарки, который сегодня в шесть утра протаранил два автомобиля. К счастью, со стороны потерпевших жертв нет. Олег, это наша машина. Где? Какой-то пьяный мужик был за рулем нашей машины. Как? Ты же сказала, она и на сервис. Откуда? Я знаю. Рабочий какой-нибудь. Хотел покататься. По словам сотрудников ДПС, водителем иномарки оказался 35-летний Ренат Хасанов. Олег. Олег, объясни, наконец. Отдал машину за долги. Какие долги? Откуда? Из казино. Какое казино? Их же прикрыли. Частное подпольное казино. Олег, деньги на машину дал мой папа, как ты мог? Легко. И с большим удовольствием. Блин, жизнь превратилась в какой-то кусок дерьма. Поработал, поужинали, посмотрели сериал, заснули. Поработал, поужинали, посмотрели сериал, заснули. И так каждый мател божий день. А что ты хотела? Жизнь состоит из серых будней. Раньше ты мог их разукрасить. Ты приглашал меня в планетарий. Это было так трогательно и весело. А сейчас? Ну, ты хотя бы на работу ходишь. А я? Я просыпаюсь, иду в магазин, готовлю, убираю, жду тебя. Это у тебя скучная жизнь, а у меня тогда что? А ведь это ты меня уговорил бросить работу. Да, я. Только скучной серой теткой ты встал сама, без моей помощи. А чего? Серой скучной теткой? Да, да это я пять лет жизни спустила в унитаз. Ой, все, хватит, давай прекращай, а? Страдалец. Убирайся отсюда, пошел вон. Серьезно? Да. Это моя квартира. Отлично, тогда я уйду. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Как Антон? Антоша хорошо. Весь вечер рисовали с ним. Я так по нему скучаю. Так приезжай. В чем проблема? Он уже дома. А Марк? Проходи. Вот здесь мы с тобой прожили три года. Узнаешь? Ничего не помню. Не торопись. Мам, когда мы поедем домой? Скоро, малыш. Совсем скоро я тебя заберу. У меня сегодня надо еще в оси поработать. Ничего? А ты надолго? Боюсь на все ночи. Я в последнее время дела запустил. Ну, ладно. Справлюсь одна. Наведу тут свои порядки. А то барак страшный поразвел. Не надо. Я завтра клининговую компанию вызову. Да, привет. Марк, извини, пожалуйста. Может, не вовремя, но просто не к кому будешь обратиться. Ничего, говори. Короче, с Настей поругались. Она ушла из дома. Ого! Да. Думал, к родителям поедет. Натана только что позвонила мне из какого-то ночного бара. Короче, ты не мог бы попытаться найти ее. Слушай, подожди. А чего ты сам и не заберешь? У меня машины нет. Но дело не в этом. Я идиотно говорил ей всяких мерзостей. Сейчас она меня просто пошлет. Лучше мне не появляться. Понятно. А в каком она баре? Да какой-то ночной бар в центре города. Там музыка, веселье. Такое она подвыпила. Там саксофон играет, по-моему. Ну, ладно. Ночных баров у нас только два. А если там еще саксофон, то точно найду. Спасибо тебе. Спасибо. А то, боюсь, как бы что-нибудь он чудил, она. Спасибо. Спасибо. У вас проблемы? У меня все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 До свидания. Непростая нежчешуя. Спасибо. – Доброе утро. – Доброе утро. – Доброе утро. – Здравствуйте. Здрасьте. Вы будете в группе Романа Алексеевича работать? А, да. Меня тоже к вам прикрепили с сегодняшнего дня. Ирина. Алина. Очень приятно. У нас труп. А я с тобой. – У меня тоже с вами Роман Алексеевич? – Прости. Зачем? Нет, останься здесь. Ирина. Тихо снимать. Что это такое? – Не начат. – А, давай. Я не смогу. Кто нашел труп? Трубаки. Вы слышали в сугробе телефонный звонок, а там… М Настя! 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 Мама! Привет. Привет. Извини, извини, извини. Пришлось все-таки задержаться на работе. Надеюсь, ты не сердишься. Зато вот я провел планерку и сразу к тебе. Перестань. Я уже взрослая девочка. Нашел Настю? Ее там не было. Ну ничего, милая броняться. Только тешится. Красное платье. Что с нашей квартирой? Тебе не нравится? Ну, здесь и так было. С Красным все в порядке. Я могу переделать. Не надо. Оставь. Я что-то делаю не так. Не надо. Спасибо вам большое. Фу-фу-фу-фу-фу. Спасибо вам большое. Привет! Настя не у тебя ночевала? Нет. Да мы вчера поругались с ней серьезно. Она ушла, позвонила из какого-то бара. Я прям напугался даже. Просил Марку, чтобы он забрал ее. Он приехал, ее там нет уже. У родителей все-таки. Сегодня в тот раз звоню, звоню. Не отвечает, не отвечает. Да что ж такое. Ну, ладно. Ну, что тут? Как тут? На полях, в окопы. А? Олежь, да. Ты чего? Олежь. Да что случилось-то? Олежь. Олежь, там Настя. Олежь. 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 Убивать буду. Олежь. Олежь. Я тебя... Бразь! Зубами! Бразь! Бодор! Сука! Сука! Ай! 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 Бразь! Ай! Бразь! Ай! Ай! Бразь! Ай! Бразь! Ай! 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 Бразь! Ай! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Она всегда была рядом, а теперь я нет Я тебе сказала, Антон не будет жить у этой женщины Мама, я прошу тебя, давай потом поговорим Нет, не потом, а сейчас Ты даже меня не предупредил, что ты Антона забираешь из школы Мы же договаривались Мама, мы ни о чем не договаривались Антон мой сын, он будет жить со мной и со своей матерью Во-первых, Антона надо подготовить Ты как тебя представляешь? Приведешь его к незнакомой женщине И говоришь Это вот твоя мама Ты вообще с ума сошел Единственная мама для него, Алина Когда мама придет? Скоро А мы теперь будем жить в этой квартире? Да Почему? Мне здесь не нравится Это мама? Не знаю Здравствуй Привет Настя убили Сегодня утром нашли тело на том берегу Подожди, ну Мне вчера Олег звонил Сказал, что они поссорились, она ушла из дома Я знаю Когда примерно это было? Он позвонил часов десять В одиннадцать я уже был в баре, но я там не был Ясно Убийца снял обручальное кольцо, а видимо Это опять наш мадьяк Ты как? Работаю Мне нужно поговорить с женщиной, с которой ты живешь Возможно, она что-то вспомнит Если к ее исчезновению имеет отношение наш душитель, она сможет нам помочь Алина Марк Марк убили мою лучшую подругу Я буду хвататься за любую зацепку Хорошо Завтра в час в следственном комитете Подожди, я... Я тебе потом объясню Пап, ты скоро? Я верю Я беру Я беру Миша Я беру Я беру Я знаю ее. Это она мне снится. Это тетя она. Вот. Слушай, если бы я знал раньше, я бы тебя предупредил. Эта тетя, она твоя... Тетя. Ты ее видел, когда был совсем маленький, поэтому она тебе снится. Но она тебе ничего плохого не сделала. Маша добрая. Давай знакомиться. Ну, пожалуйста, Антош. Ну, привет. Давай знакомиться. Я Маша. Твоя... Тетя. Ну, чего ты меня боишься? Я же тебя не обижала. И не обижу. Честное слово. Будем дружить? Или хотя бы попробуем. Значит, больше никаких воспоминаний? Может, вам снятся сны? Да, мне часто снился сын. Очень часто. Точнее, я тогда, конечно же, не понимала, что это мой сын. Просто снился мальчик. Вам, очевидно, неприятно это слышать, но я не виновата, что так все вышло. Да и никто не виноват. В конце концов, это не я у вас мужа увела. У вас есть паспорт на имя Надежды Стародубцевой? Да, есть. Откуда он? Откуда паспорта берутся? Я не помню. Муж рассказывал, что у меня была какая-то тяжелая травма. А он меня нашел и, наверное, как-то оформил документы. А где искать вашего мужа? Боюсь, что нигде. Он погиб, его дерево придавило. Дерево рубило, и оно его. И вы не сожалеете? Не сожалею. У нас, как это говорится, не очень ладилось. Бил он меня, в общем. Так, прости, у тебя все? Нет, не все. Мария Владимировна, мне бы хотелось, чтобы вы поработали с нашим специалистом-психологом. Послушай, хорошая идея. Давай попробуем. Я не очень их люблю, гипнотизеры. Нас интересуют моменты вашего исчезновения, и это важно. Ну, я, конечно, не понимаю, зачем, но если вы оба считаете, что это нужно, то... Да, нужно. И еще надо взять у вас анализ ДНК. Вы ведь ничего не помните? И получается, что однозначных доказательств о том, что вы Мария Воронцова, у нас нет. Нужно проверить. Ничего проверять не надо. Это Маша. Откуда ты знаешь? Знаем. Тем не менее, мне понадобится ДНК Антона. Можно взять волосы с расчетки. Ну, если ты настаиваешь... Я настаиваю. Маша, постарайтесь расслабиться и расположиться в кресле так, как вам удобно и комфортно. Спасибо. Мне удобно. Вы закрыты от меня. У вас руки скрещены. Сядьте так, как вам удобно. Как будто вы хотите сейчас уснуть. Успокойтесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Не бойтесь. Это смешно. Вы готовы? Да, я готова. Не обращайте на меня внимания. На камеру тоже. Слушайте только мой голос. Сейчас смотрите на огонь. Я досчитаю до пяти. И вы уснете. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Все хорошо? Да. Как вы себя чувствуете? Нормально. Сейчас повторяйте за мной следующую фразу. Я чувствую себя хорошо и спокойно. Я чувствую себя хорошо и спокойно. Я полностью расслаблена. Я полностью расслаблена. Маша, попытайтесь вспомнить свое детство. Вам пять лет. Лето, июнь. Хороший, погожий день. Котенок, котенок, котенок. Так пахнет яблоками. Бабушка заставляет меня собирать яблоки. Вам хорошо и спокойно. А? В чем дырок? Очень хорошо. А сейчас постарайтесь вспомнить Новый год. Вам пятнадцать лет. Ёлка, подарки. Противный запах. Какие-то люди. Не знаю этих мужчин. Все хорошо. Мама. Успокойся. Пожалуйста, мама. Все хорошо. Он пристает ко мне. Мама. Вас никто не обид. Маша, я сейчас досчитаю до одного. Мама из меня. Вы проснетесь. Пять. Четыре. Два. Два. Один. Простепайтесь. Все хорошо. А почему вы остановили сеанс? Вы видите, она сопротивляется. К сожалению, если бы мы продолжили дальше, это бы могло очень негативно сказаться на ее психическом состоянии. Мы же не знаем, какие страшные тайны хранятся у нее в голове, и далеко не каждый готов ее вытащить наружу. Ясно. Но, судя по рассказам Марка, ничего подобного в жизни Маши не происходило, Нэс. Хорошей, богатой семьи. Паспорт у нее фальшивка. Такого человека в базе данных нет. Мне вообще кажется, что он над этой женщиной кто-то изрядно потрудился. Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Она блокирует все свои отрицательные воспоминания. Это касается не только ее детства, но и момента исчезновения. Так бывает. Редко, но бывает. К сожалению, я здесь пока вам ничем не смогу помочь, пока она не захочет сама все вспомнить. И когда это произойдет? Кто его знает, может быть, завтра, может быть, через год, через пять, а может быть, никогда. Скажи, а ты сама-то уверена, что это Мария? Может, эта женщина просто на нее похожа? Может быть. Именно поэтому я и устроила ей сеанс с гипнологом. Ну, гипнолог гипнологом. Все равно нужно сделать анализ ДНК. Мы уже ждем результата экспертизы. Молодец. Вот все и выяснится. Я думаю, это все же она. У нее документы на имя Надежды Стародукцевой. Роман пробил их по базе. Такого человека не существует. Еще она говорит, что у нее был муж, но его мы тоже не нашли. Скорее всего, этот человек нашел Машу, выходил и сделал поддельные документы и сказал, что она Надежда. Зачем? Пожалел. А зачем он ее убедил, что она его жена? Может быть, хотел получить себе преданную и зависящую от него женщину. Пап, откуда ж я знаю? Так, ну что у нас там в школе с невестами? Они все вредные. Ну... Папа! Привет! Доброе утро. Доброе. А мы сегодня к бабушке поедем. Да? Я подумала, что мне же как-то надо все-таки познакомиться. Мы с ней как вообще ладили? Ну, как тебе сказать? Ну, надеюсь, со второго раза получится. Что она любит? Я не знаю, цветы какие. Привет. Ой, привет. Антошка, привет. Что это такое, а? Робот. Вот что есть. Ой-ой-ой-ой. Вот, это тебе, фиалки. Фиалки? Ой, спасибо, мой родной. Дайте поцелуй. Спасибо. Спасибо, мой дорогой. Ой. Ну, здрасте. Здрасте. Не ожидала тебя здесь увидеть. Проходи. Надеюсь, надеюсь. Продолжение следует... 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 И то же... Продолжение следует... 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 О, ну что, поборемся за призы? О, такси как расстоит. Ой, какой симпатичный мальчик. Привет, я Тамара. А я Антон. А я коллега твоего папы. Ты знаешь, я могу тебе рассказать про него очень много интересного. О том, какой он честный, добрый. Машенька, езжайте без меня, я буду позже. Как езжайте? Мы же договорились. Ну, мне нужно поговорить с коллегой. Все в порядке? Да. Шоколад не покупать. Да помни. Вы что, с ума сошли? Что вы лезете в мою жизнь? Ты не платишь, я лезу. Это просто... Я вам что, банк? Так вот послушай. Ты мне платишь 3 миллиона рублей, и я оставляю тебя в покое на 3 года. Это гораздо меньше, чем 100 тысяч в месяц. Вы что, с ума сошли? Почему? Вы что, думаете, что у меня 3 миллиона в тумбочке лежит? Только не говори мне, пожалуйста, что для тебя это большие деньги. Для меня это большие деньги. Зато у тебя будет 3 года с поколением ужасным. Нет. Вы и так мне много уже, чего но обещали. Я вам и так плачу 100 тысяч в месяц. Этого достаточно? Достаточно для чего? Для того, чтобы я забыла, что ты уничтожил жизнь моей дочери, и то, что ты убийца. Не трогай меня, иначе я закричу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, так бывает, что люди похожи. Но она уже ушла, ее нет. Я думала, это твоя знакомая. Антон, пошли. Она, наверное, ошиблась. Наверное. Ну, что, чего-нибудь вкусненького? Почему ты поехала одна? Боже мой, ну, поехала и поехала. Что значит поехала и поехала? Ты вообще понимаешь, чем это могло закончиться? Ты понимаешь, что это мог быть он? К сожалению, это был не он. К сожалению. Просто напугала мужика. Еще с пистолетом был. В общем, зимой туда никто не ездит. Там у них какие-то погреба, место глухое. Метрах в ста есть озеро. Мужик иногда мотается туда проверить, что и как. Честно говоря, мне кажется, просто самогон будет. Вот, смотри. Грунтовка. Здесь погреба. Там еще метрах в ста озеро. Тут дорога не заканчивается. Чуть дальше есть выезд на нормальную трассу. То есть, наш друг гоняет по бездорожью? Возможно. И значит, он сознательно объезжает камеры, знает их расположение и объезжает. ДПСник. Или полицейский. Или техник, который обслуживает камеры. Все это мутно. Да, но техников не так много. Хорошо. Завтра я направляю туда, ребята. Ты домой идешь? Нет. Тогда пойдешь со мной в реставрин. Кормить тебя буду. Нет, я пас. Мне фокусник понравился. И мыльные пузыри. А то умеешь такие пузыри надувать. Вообще-то нет, но ты меня научишь. Ага. Договорились? Коклон мне не очень. Он какой-то грустный был. Ну, знаешь. Может, у него тяжелый день выдался. Наверное, он встал не с той ноги. Наверное. Так, дорогой мой. Шоколад доедай. И папе ни слова, ладно? Это наш с тобой секрет. Ты меня понял? А что с тобой? Тебе плохо? Ты что так дышишь, Антош? Тебе плохо или что? Малыш, ну, ну, ты чего? Давайте поедем побыстрее, я вас прошу. Хорошо, что у тебя есть лекарства. В составе есть орехи. В протертом виде. Почему ты не проверила? Прости, я вообще не собиралась ему давать. Но он очень просил. Почему ты не проверила? Я же предупреждал, что у Антохи аллергия на орехи. Прости, я забыла. Я просто не смогла ему отходят. Как ты могла такое забыть? Ты же его мать. Да, я забыла. Если ты помнишь, я вообще на какое-то время забыла, что я мать, и что у меня есть сын, и семья, и... Но я очень пытаюсь вспомнить. Ты куда? Хочу побыть один. А я из дома, что выпить. Только вино. Отлично подходит. А ты ненавидишь, что ходит. Ну, сегодня можно. Я на днях заходил в наш старый анил. Никого из знакомых нет. После того, как папа уволился, многие ушли. Кто-то на повышение пошел. Васильев, например. А где он теперь? Начальник транспортной полиции. Да, ты вообще ушел из органов. О, Евдокиша. Серега Евдокин. Да. Начальник службы охраны у Таирова. А в прошлом криминальный авторитет. Я ему всегда говорил, зачем пошел в полицию. Надо было в бандит. Видно, прислушался. Корытин в политику. Да. Да, депутат муниципального образования. А вот это мне не говорил, идти в бандит. Он как-то сам по собственным желаниям. Так. Давай выходим. Кор輪. Да. Я не ходил. Ты прости меня, пожалуйста. Рома, можешь уйти? Пожалуйста. Как хорошо, что ты вернулся. Я прошу прощения, потому что я в самом деле виновата. Я не должна была забывать о таких важных вещах. Танит, ты не виновата. Ты на самом деле много лет не знала, что ты мать. Ты просто забыла. Такое бывает. Значит, все хорошо? Что не так? Просто понимаешь, я любил другую женщину, другую Машу. В чем разница? Чем я хуже? Она была живая. Она устраивала скандалы, она транжирила. Она делала мою жизнь невыносимой. А ты... А я? А ты как робот. Ты все время носишься вокруг меня эти твои обеды красной шторой. Да я уже извинилась за эти чертовы шторы. Это не твои вечные извинения. Так как тебе не стыдно? Ты что, ты не понимаешь, что я все это делаю для тебя? Я прошу тебя, пожалуйста, не кричи и разбежь. У меня была нормальная жизнь, нормальная работа. У меня была квартира. Я все это бросила, чтобы приехать сюда. Чтобы оказаться здесь, и ты меня вышвырнула на улицу, как собаку, только потому что я достала тебя своим вниманием. Чего вы кричите? Спросил своего папы. Кажется, он пытается выгнать меня на улицу. Только прикручи это. Папа, я хочу к маме. Хорошо. Мы поедем к бабушке. Ну, прости меня, ну, пожалуйста. Да я не должна была, я знаю, ну, пожалуйста. Нам нужно пожить отдельно. Нет, ну, я не хочу, чтобы ты выучила. Слушай, да, ты понял, мы слишком поторопились. Давай, поживем какое-то время отдельно. Ты поживешь здесь, а мы поживем у мамы. Хорошо? Я не отдам своего сына. Снись. Папа, почему она... Тетя, просто пошутила. Не обращай на нее внимания. Все хорошо, Антюшка, все хорошо. Поедем к бабушке сейчас. Все хорошо. Давай. Проходите. Папа, тетя и Маша поругались. И папа сказал, что мы едем к тебе. Раздевайся. Давай курточку сними. Сейчас я тебя покормлю. Сейчас я тебя покормлю. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Понятия не имею. А Алина? Мамочка, родная, ну правда, прости меня. Я знаю, тебе тоже от меня досталось. Но, пожалуйста, сейчас все, что было между нами с Алиной, не вернуть. Ну, если ты действительно хочешь. Мама, ну правда, ну пожалуйста, ну мама. Алина. Что, тебе нужно? Просто хочу, чтобы ты меня выслушала. Говори. Я только теперь понял, что то, что у нас было, это было… Это была скучная жизнь, и она тебе надоела дальше. Я не знаю, что со мной произошло. Я все испортил. Я бы хотел, чтобы ты меня простила. А что это изменит? Ладно, я поеду. Антошка сейчас живет у бабушки. Ты можешь видеть его, когда захочешь. Спасибо. Алина. В общем, у всех алиби. Так уж прямо у всех алиби. Ну не у всех, но… Короче, из тех, кого проверил, никого подозрительного. Значит, техников к камеру мы вычеркиваем. Вычеркиваем. Остается только полиция и ДПСУ. Ну или просто наблюдательный автолюбитель. Они же тоже могут знать расположение камеры. Честно говоря, наша версия о том, что он объезжает камеры, вовсе не значит, что он обязательно мент. Он хорошо знает камеры, хорошо знает местность. Таких в суд. Пожалуйста. Прошу. Это суд. Ну, да. Посмотрит, садимся в другом. Ей, пожалуйста. Кто это сказал, что это твоя жена? Это правда, Марк? А еще она сказала, что вся компания построена на ее деньги. И что все здесь ее. Потребовала меня провести экскурсию. Кажется, была пьяная. Пришлось силой выставлять. Кто эта женщина? Моя жена. Бывшая. Та самая? Но я ей сказал, чтоб вернулась, когда ты будешь здесь. Куда она поехала? В торговый центр. Мне кажется, так удобно. Да, определенно. Девчонки, слабо по шампански. Так, священное селфи. Давай рядом. Давай вместе. О, шампанское. Класс, спасибо. Классная прическа. Ну, за прекрасную половину человечества. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Я очень рада, что вам понравилось. Ну, как? Тебе идёт. Поцелуемся? У тебя пахнет алкоголем. Ну, знаешь, я барышня взрослая и с некоторых пор даже независимая. Поэтому хочу халву ем, хочу, пряниками закусывают. Так о чём там речь? Слушай, ты была права. Зря я тебя сюда притащил. Да брось. Мне здесь уже нравится. Послушай, я договорю. Я жил бы иллюзией. Теперь я это понимаю. Я хотел восстановить прошлое. Это невозможно. У меня уже есть семья. Я буду платить тебе хорошее содержание. Ты не могла бы потечь? А ты не мог бы своё содержание засунуть в одно очень интимное место. Да. Чего ты хочешь? Семьдесят процентов. Что? Семьдесят процентов от твоего, то есть нашего бизнеса, который ты построил, на мои деньги. Ты с ума сошла? Ты знаешь, какая капитализация у компании. И всё это благодаря моим усилиям. Твоё предложение. Десять процентов. И даже этого слишком надо. Да. Наверное, ты прав. Я ни черта в этом не понимаю. Поэтому тебе позвонит мой адвокат и вы с ним потолкуйте. Думаю, договоритесь. Алине, привет. Спасибо. Угу. Я так рада, что Марк образумился и наконец-то от этой ушёл. Ой, глупый мальчишка, глупый мальчишка. Он добрый. Ты же знаешь. Лариса Викторовна, не надо. Ну, прости. Да вы-то тут при чём? Я понимаю, что он глупый мальчишка, но мне кажется, достаточно взрослый, чтобы не просить маму. Ты думаешь, что… Думаешь, что это он попросил меня с тобой поговорить? Да ты что? Он никогда… Он никогда… Мам! Вот. Это тебе. Сам нарисовал? Да. Здорово. Ну, похоже. Похоже. Очень. Музыка. 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 Ты знаешь, когда Алина ушла, Антон сильно плакал. Я его еле успокоила. Мама, я знаю, что Антон любит Алину. Верни ее. Мама, я слышу это пять раз в день. Ну, хватит уже. Ну, ты знаешь, вот в таких сложных ситуациях иногда сработают банальные вещи. Возьми, купи ей цветы. Мама, хватит. Красивый. Давай поднесу. Да, я на машине. Я был вчера не прав. Больше такого не повторится. Ты прости, я сама виновата. Мир. Мир. Ну, давай, что ли, обнимашки. Ну, все, ладно, пока. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, пап, привет. Привет. Не вовремя? Вовремя. Ты знаешь, мне кажется, что за мной опять кто-то следит. А мне кажется, что ты просто психуешь. Из-за Насти, из-за мужа, из-за новой работы. Тебе бы съездить отдохнуть. Ага. Или подлечиться. Ладно, пап, все, давай. Тебе бы съездить отдохнуть. Помогите. Помогите! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Помогите! Полиция. Моя соседка, мне кажется, ее муж зарезал. Да. Она жива. Еду. Эгги... Ты как? Ты не скажи, как я. Тебя ударили нашим в бок. Крови много потерял, а так жить больше. Ты скажи, ты помнишь накладающего? Можешь его описать? Приметы? Что-нибудь? Алина? 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 Алина! Хорошо, давай по-другому. Соседка опознала твоего мужа. На месте нападения. На ножи его отпечатки пальцев. Это не он. Почему ты так уверена? Мы довольно знакомы. Я понимаю, ты не можешь быть объективной данной ситуацией, но все-таки. Рома, уходи, пожалуйста. Я плохо себя чувствую. Рома, уходи, пока ничего не говори, отцу. Рома, Рома. Заладила одно по одному. Роман Алексеевич. Опер, полномочий Незагереб. Так. Я занимаюсь этим делом. Сестра сказала, что вы руководитель Новинской. Вы знакомы с ним мужем? Немного. Как вы думаете, он мог это сделать? Понятия не умею. Они разошлись, вместе не живут. Почему они расстались? Пойдем за кофе. Я на этот раз не один. Вот, коллега поприсутствует. Очень хочет с вами поговорить. Как она? Нормально. Пришла сюда? Да. Когда вы подъехали к дому, вы никого не заметили? Соседи? Нет. Я увидел только что, дверь открыта. Тогда чего вы ждали? Почему не вызвали скорую? Я не мог, у меня телефон сел, а взять ее телефон. Я не сообразил, а когда сообразил, то уже уже врвалась полиция. А может быть, ты просто хотел посмотреть, как она истекает кровью. Может быть, тебе нравится смотреть, как умирает человек. Ну, пришло время отомстили. Ты до сих пор любишь ее. Ты все это время ждал. А она все это время была счастлива со мной. Я не знаю, что он вам об этом не рассказывал. Я закрою тебя и закрою надолго. Я этого не делал. Как ваше самочувствие? Она на перевязке? Нет. Здравствуйте. Я как раз к вам собиралась. Я уезжаю. Напишите, что я должна делать. Какие-то лекарства? Вы с ума сошли? Куда вы уезжаете? Я хочу написать отказ от госпитализации. Принесите, пожалуйста, бумагу и ручку. Я не могу вас отпустить в таком состоянии. А вы не переживайте. Я нормально себя чувствую. А что с вами будет через два часа? Просто скажите, как это пишется. И дайте лист назначений. Я все равно уйду. Помогите ей. Помогите ей. Ты как? Ты же знаешь, что я не мог этого сделать. Я тебя видела. Видела, как я пытался тебя убить? Нет. Но первое, что я увидела, тебя с ножом в руке. И на нем твои отпечатки. Почему я тогда остался? Почему не убежал? Это те вопросы, которые я сама себе задаю. Ты должен сказать что-то еще. Должен меня убедить. Что там произошло? Я приехал к тебе. Зачем? Чтобы в очередной раз извиниться. Дальше. Двери в дом были открыты. Я зашел и выбегал тебя. Рядом лежал нож. Я наклонился к тебе. И тут к краю глазу вилка кто-то пробегает из столовой к задней двери. Ты его рассмотрел? Нет, я не успел сообразить. Потом я схватил нож и побежал следом. Движал до калитки, но там же никого не было. Потом, когда я возвращался, я увидел соседку. как раз выходил гулять с собакой. Она успела его увидеть? Я не знаю. Я не знаю. Но, скорее всего, нет, потому что она только вышла и увидела меня с ножом в руке. У меня не было времени под ноги. И я запониковал. Помогите! ты мне веришь? Нет, 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 нет. нет, 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 ты должна мне поверить. Я понимаю, что сейчас глупо говорить о людях, но я бы никогда не... ты должна мне поверить. и я верю. Я верю. Правда. Но пока только я одна. прости меня. Прости меня. За все. Кто-то побежал к задней двери, запаниковал, телефон сел. А я думала, офис больше. Пытаемся не разбрасываться деньгами. Это помещение ваше? Аренда. То есть, Марк что, сидел здесь? При всех остальных людях? Ну, почему же сидел? Он и сейчас здесь сидит. Совершенно точно. Сидит. Только вот в совершенно других местах. И боюсь, сидеть ему придется еще долго. Мария Владимировна сказала, что она вписана в уставные документы. Да. Ведь фирма была зарегистрирована до ее исчезновения. Ну, значит, она совладелец. Бинго! Вы можете что-то рассказать о ваших активах, собственность компании? Мы собираемся открывать первое производство. Подождите, почему это первого? А что вы для этого продавали? А мы ничего не продавали. Мы помогали поставщикам продавать. Здрасте. Мы хотим посмотреть бумаги. Вот это невозможно. А вот это еще почему? А потому что, насколько мне известно, супругой Марка является Алина Новинская, а не вы. А я-то совладелец? Да. Если вы, Мария Воронцова. то да. А паспорт вы уже восстановили? Это произойдет в ближайшее время. А вот когда это произойдет, тогда вы и увидите все документы. Что ты сказал? Покиньте, пожалуйста, офис. Что? Молодой человек, вы бы поосторожнее с работодателем. Я тебя уволю. Наша беседа окончена. А если вы забыли, где выход, так я позову охрану, они вам покажут, где лифт. Когда вот вся эта компания станет моей, я тебе первую, Оля Владимировна. когда компания перейдет к вам, она сразу же загнется. Это еще почему? А потому что вам же надо все поскорее продать. Да? Я правильно говорю? Мм. Да не твое собачье дело, как я буду тратить собственные деньги. Мм. Пока. Ладно, ладно. Мое. Все. Да, Олеш, привет. Я в гости пришел. Закажешь пропуск? Да, да, сейчас позвоню. Давай. Как ты? Застопанная, перевязанная. Марка видела? Угу. Я поверить не могу, что это он. Просто этого быть не может, он тебя любит. Да, да. Когда Маша объявилась, он пришел ко мне. Он просто крышу снесло, он тебя любит одной, и все. Олеш. Олеш. Прости. Что Рома говорит? Рома уверен, что Марк на меня напал. Вообще, мне кажется, что он считает, что Марка есть душитель. Дебил. Ревность. В таком случае ему нельзя вообще заниматься делом душителя. А мне можно? А ты не сможешь не заниматься. Он убил твою лучшую подругу. Олеш, это мое второе дело, и у меня опять ничего не складывается. Почему опять? Потому что Воронцова я тогда так и не нашла. Ты нашла свидетелей и спасла Марка. Сидел бы сейчас до сих пор. У-у. Свидетелей тоже я не находила. Он сам пришел. Да, я думал, это твоя работа. Я тогда была уверена, что это Марк виноват в исчезновении жены. Пришла счастливая к отцу, а там сидит свидетель. Все, говорит, видел, все помню. Девушка села в машину, парень остался. А ты подозревала Марка? Угу. Целые сутки. Я нашла информацию о родителях Маши о том, что она богата, а это... Это... уже мотив. Марка об этом рассказала, он даже испугался. Ну, конечно, испугался. Уже понимал, что это основание для серьезных подозрений. Целые сутки чувствовала себя шаром. Думала все, нашла информацию. И фигак, на следующее утро тот свидетель. А девушка с нее вышла, дверью так сильно хлопнула. И я видел, что... А девушка с нее вышла, дверью так сильно хлопнула. Нет, ну, парень там остался. Олень. А? Дальше ты чего? А дальше что? Все, Шерлок сдулся. Интересно, почему это все вдруг про это дело вспомнили? Здесь вот распишитесь. Все? Ну да. Дементьев недавно его брал. Ну, для чего? Я откуда знаю. Ну да. Спасибо. Привет. Привет. Слушай, я хотела спросить, у вас с Романом Алексеевичем что-то есть? Нет, между нами ничего нет. Мы просто давно знакомы. Ясно. Извини, что я лезу. Ничего страшного. Не переживай. Здравствуйте. Я Новинская Лена Борисовна, следователь. Мне нужен Дьяченко Виктор Иванович. А зачем он? Несколько лет назад он проходил по одному делу. В деле изменились обстоятельства от Иванова. Мой муж сейчас в СИЗО. А что произошло? Драка. Трое человек написали на него заявление. Якобы он на них напал и побил. Один на троих. Представляете, да? Они приходили, они просили денег, а он отказал. Вот они на него накатали. Я Алина Новинская. Мы с вами встречались по делу Моркова отцу. Кого? У него жена пропала, а вы видели, как она садилась в какую-то машину? А, точно, точно. Вспомнил. Ну, простите, времени много прошло. Не вспомнили, Марк? Да бог с вами. Я тогда-то ее не запомнил. Сейчас подавнем, вспомним. Мы хотели предъявить обвинение Воронцову, а на следующий день появились вы с вашими показаниями. Бывает. А что вы сейчас-то про это вспомнили? Про душителя слышали? Ну? Вот у нас появились основания полагать, что это и есть Воронцов. О, как? Вот тот парень? Пока это только предположение. Но в данных обстоятельствах, я надеюсь, вы понимаете, как важны те ваши показания. Нет, ну, конечно, понимаю, но... да нет, все было так, как я сказал. Вы как-то засомневались? Нет, ну... вы не волнуйтесь, я могу не фиксировать то, что вы мне сейчас скажете. Да ничего я не засомневался. И вообще, все, разговор окончен. Не помню ничего. Вы избили троих человек. А расскажите, как это произошло? Нет, ты здесь при чем? Нет, ну, ладно, ну... сидели, выпивали, завертелось. Не помню я. Первый полез, второй поддакивать начал. Ну, меня и понесло. То есть, это вы их избили? Да нет, конечно. Ну, полез первым, но потом схлопотал по самой них уху. Они у меня карманы обчистили и... телефон забрали, гады. Дорогой? Врагой. Я его дурак в кредит взял. Значит так, я помогаю вам. Вы рассказывайте мне правду. Без протокола, но только правду. Посторонние не смогли попасть на территорию там хаосов. Там пропускная система для машин и пешеходов. Система есть и пропуска есть, но мы на территорию попали без всяких пропусков. Первый вариант. Дыра в заборе. А второй вариант расскажет Ирина. Я сказала охраннику, что очень надо, улыбнулась, но несколько минут невинного флирта. Так что при желании к дому мог попасть не только многоуважаемый Марк Воронцов, но и кто угодно. то есть отпечатки на ножи это не аргумент. Но как-то все нескладно получается. Чего он сидел тут столько времени около нее? Всем привет. Ты как? Нормально. Алина Борисовна, учитывая ваше состояние, вы как-то очень быстро передвигаетесь. Ребятки, нужны подробности одного мелкого дела. Три жулика по пьяни подрались с четвертым. Теперь у него деньги вымогают. Есть номер телефона, который они у него отжали. Можно по нему определить местоположение? Если еще какая-то информация всплывет, было бы здорово. У вас же много знакомых оперов в городе. Это имеет отношение к нашему парню? Пока не знаю. Здравствуйте. Что у вас? Боюсь, что у нас для вас только проблемы. Меня интересует один украденный телефон, который недавно принесли к вам. А почему вы решили, что его принесли к нам? А потому, что вы проверили его состояние и вставили свою собственную сим-карту. Неосторожно. Ну, нам много что приносит. Такая работа. Да, но этот телефон принес кто-то вот из этой троицы. Узнаете их? Скажите, а вы детективы по телевизору смотрите? Угу. Так вот, значит, вы знаете эту игру. Кто первый? Следователь предлагает подозреваемому рассказать всю правду и первому сознавшемуся обещает некоторое послабление. Вот в жизни все примерно так же. Вы первые, к кому я пришла, а потом хотел навестить эту троицу, поэтому у вас еще и шанс выиграть. Вспомни, я еще раз покажу. Нормально. Нормально. Опа. Тетя, здрасте. К нам хотите? Все. Тебе налить? Замерзла? Почему на детской площадке пьете, придурки? Да ты не грубее. А откуда деньги взяли? Да ты что, гонишь что ли? Ты кто? Следователь. И сегодня будем говорить о драке с Дмитрием Яченко. Так это дело другой следователь ведет. Я знаю, он в курсе. Или вам удостоверение показать? Покажи. Покажи. Понятно. Ну вообще он сам полез первый. Ну вы же с ним справились. Втроем. Отняли телефон, да еще заявление в полицию накатали. Телефон в ломбард сдали. У меня есть показания приемщика. Да этот приемщик, погоди, погоди, погоди. Продолжай. Те. В общем, забирайте заявление, история с телефоном остается между нами. Какого? Да, да погоди ты, Гена, заткнись уже, а! Нам же это припаяют это, за лжесвидетельство. Вот. Во, да, и еще 162-ю. Разбой. Скажете, что все было по пьянке и толком ничего не помните. Не хотите брать грех на душу и сажать человека. Все, пошли писать заявление об отказе. Сейчас? Куда? Ко мне в машину. Бутылки убираем за собой. Ага. Ага. Пойдем. Вот их заявление об отказе от обвинений. Расскажите правду и я отдам их следователю. Не переживайте, все, что вы скажете, останется между нами, обещаю. Ну, хорошо. Ну, Марк этот ваш. Он на машине в деревню к нам приехал. Глаза такие квадратные. Ну, денег мне дал. Сказал, чтобы я на следующий же день к вам пошел и... Ну, в общем, не видел я ничего. Подождите, ну. Подождите, ну что вы? В самом деле, что ли? Это маньяк-душитель? С виду такой, вроде как, приличный. У нас все в порядке. КОНЕЦ Я должна вам все рассказать. Жалуйтесь. Я все вспомнила. Это случилось сегодня утром, я была в душе, и меня как будто бы током пронзило. Я все вспомнила. А что вспомнила? Марк. Он хотел меня убить. Тогда. Я не помню, что тогда конкретно случилось, но... Но я помню, что я бежала, и он кричал, что задушит меня, и... В него как будто бы дьявол вселился. он был вне себя в ярости. Вы уверены? Абсолютно. Дача ложных показаний преследуется уголовной ответственностью. Вы что, мне не верите? Ну, если ваш муж сядет, бизнес отойдет вам, так? Как вам не стыдно? Мне не стыдно. А вы не понимаете? Когда человек вспоминает подобные вещи, ему очень хочется, чтобы это был сон. Но это не было сном. Я вышла из машины, хлопнув дверью, я пыталась поймать попутку, чтобы доехать до дома. Но он бежал за мной, кричал ужасные вещи. Последнее, что я помню, я упала. Выдохните. У меня была нормальная жизнь. ребенок. У меня было все. А из-за этого подонка я четыре года прожила неизвестно как и с кем. И я хочу, чтобы он за все ответил. Проходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никакого свидетеля не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты о чем? Тогда, четыре года назад, ты нашел Виктора, заплатил ему и сказал, что нужно говорить. Все верно. А зачем ты мне врал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты тогда вела это дело. Ты считал, что я как-то связан с исчезновением Маши. Ты помнишь, ты сама мне об этом говорил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто не хотел садиться в тюрьму за то, чего я не совершал. Я испугался. Почему я должна тебе верить сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маша жива? Значит, я этого не делал. Ты пойми, я сам ее нашел, я сам ее сюда привел. Неужели ты думаешь, что если бы я боялся, что она что-то вспомнит, я... Ну, перестань. Ты же знаешь, что я этого не делал. Диана. Сидеть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебя не знаю. Считаете, что это Марк, маньяк? После того, как Воронцова вспомнила, что Марк пытался ее убить. Ее воспоминаниям доверять нельзя. У нее чисто корыстный интерес. Бизнес мужем. Предполагаю. Когда убили Яну, вы с Марком жили еще вместе? Да. Вечером, 19-го числа. Ты можешь вспомнить, где он был? Он был дома. Это мой день рождения. Он никуда не отлучился надолго. В магазин, в туалет, еще куда-то. Нет, он никуда не уходил. Был с нами. Жена, дядя, я пойду, ребят провожу. И задным воздухом подышу. Конечно. И подышу воздухом задным. Конечно. Людям, пока. Спасибо. Пока. И подышу воздухом. Он выходил. Надолго? Провожал Настю и Олега. Долго его не было? Где-то где-то час. Сказал, что решил прогуляться. Аля говорит, что звонил ему, когда Настя ушла из дома. Марк утверждает, что он поехал ее искать, но не нашел. После чего поехал в офис, где просидел всю ночь один. Сотрудники приехали только утром. Интересный хиромантия. Точно он. На два последних эпизода в Воронцово нет алиби. Надо поднять старые дела. А зачем он пытался тогда убить Алину? Ну, кто знает. Он пытался убить свою первую жену, потом вторую. С Настей он тоже был знаком. Это чушь. Извини, Алина, но чисто гипотетически мы можем предположить, что у него со всеми убитыми были ли какие-то отношения. А когда отношения заканчивались, Воронцовий просыпался. Ну, в общем, он убивал этих женщин. Прекратите. Я жила с этим человеком пять лет. Ну, жена Чикатило прожила со своим мужем гораздо дольше. Хватит, Репа. Выясните, были у Воронцова Альбина оставшиеся эпизоды. Перелопайте его в жизнь. Доля поперек. Все свободно. Алина, задержись. Если мы начнем разрабатывать марка, ты дальше не сможешь заниматься его делом. Хочешь, я переведу тебя из группы душителей? Нет. Уверена? Да. Ну, смотри. Я буду у Романа спрашивать о твоем настроении. Если мне вдруг покажется, что тебя надо перевести, я переведу. он же врал мне четыре года, а, как я. как я не поняла, как я не почувствую. Ты же не детектор лжи. Ты живой человек. Ты... Знаешь что, переезжай ко мне, а? Чего там тебе делать в этом пустом доме? Я пойду. Нормально. Только приехала, уже уезжать собралась. Оставайся, говорю. Прости, правда мне нужно побыть в доме. Алина, здравствуй. Здрасте. Как ты? Швы сняли? Да, все в порядке. Как Антон? Антон хорошо. Спит уже. Алин, скажи мне, ты же не веришь, что это он? Я не знаю. Алина, пожалуйста, только не отворачивайся от него. Я очень тебя прошу. Я знаю, что сейчас все против него, но ведь ты же его знаешь. Мы его знаем. Только мы. Ты и я. Но, пожалуйста, не отворачивайся от него. Здрасте. Здрасте. Алина. Рад тебя видеть. Привет. Как ты? Нормально. Сеня, вспомни, пожалуйста, было ли в поведении Марка что-то странное? Я имею в виду, не в последнее время, а вообще. Угу. Ну, время от времени он просил финдиректора обналичивать деньги из бюджета. обычно тысяч по сто, но один раз пятьсот тысяч. А зачем? Вот этого не знаю. Он не отчитывался, но он всегда деньги возвращал. Если ты хочешь, мы можем спросить у финдиректора. Давай. Паша! Паша! Ты знаешь, я еще вспомнил, что пару раз он ругался с какой-то пожилой женщиной на парковке. Явно не хотел, чтобы мы это видели. Паша, садись. Скажи, пожалуйста, Марк не говорил тебе, зачем ему нужны деньги? Нет, я никогда не спрашивал. А может быть, еще что-то странное? Ну, раз в месяц мы переводили крупную сумму денег в клинику Эромет. Эромет? Да. А для чего? Я не знаю. Ни понятия не имею. Добрый день. Мне нужно задать вам пару вопросов. Я позову директора? Не нужно никого звать, просто ответьте. Хорошо. Название фирмы все свое. Вам о чем-то говорит? Если не ошибаюсь, они оплачивают счета на лечение. Чьи? Давайте посмотрю по базе. Счета выставляются Тамаре Владимировне Русаковой. Адрес есть? Конечно, есть, но я не имею права давать такую информацию. Просто запишите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы новая сестра? Нет, я из следственного комитета. Из полиции. Извините, я не могу. А отчего вы так спугались? У меня россиянка, нет регистрации? Да, у меня семья дома, а здесь... Да не переживайте, я не из миграционной службы. А как вас зовут? Фируза. Фируза. А я ищу Тамару Русакову. Она дома? Нет, ее уже три дня нет. А вы здесь одна? Я работаю, ухаживаю за ее дочерью. А по сольце я пройду. Здравствуйте. Она не слышит, много лет так лежит. А что случилось? Из окна выбросилась. Выжила, она сильно разбилась. С тех пор вот... Тамара это... Ее мать. А Тамары нет уже три дня? Да. И лекарства заканчиваются. А в полицию вы побоялись звонить? Ладно, не переживайте. Вот этого человека видели? Да. Он приезжал несколько раз на хорошей машине, а Тамара выходила к нему на улицу. Ясно. Нужно найти человека. Алина, для тебя хоть луну с неба. Да. Тамара Владимировна Русакова. Попала дня два-три назад. Я тебе отправлю фотографию, там она с девочкой, а мы ищем именно женщину. Считай уже, обрывай все телефоны. Морги, больницы, как обычно. В моргах глухо, окучивай больницы. Да. Нет такой? Извините, спасибо. Да, слушаю. Вас беспокоит опера-полномоченная Львинского района Селезнев. Добрый день. Новинская Алина Борисовна? Новинская. Алина Борисовна, тут вот какое дело. Мы вчера задержали воришек, среди награбленного найден телефон. Там был ваш номер в контактах. Не поняла. Записано звонит дочь. А, да, это телефон моего отца, его как раз недавно украли. А вы аппарат забирать будете? Нет, не буду, он старый. Я уже новый купила. Спасибо вам огромное. не за что. До свидания. До свидания. Алина, нашлась твоя Тамара. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Голова болит, а так ничего. Вы новый доктор? Нет, меня зовут Алина Новинская, я следователь. А, меня уже ваши спрашивали. Почему Марк Воронцов оплачивал ваши счета? Что? Откуда вы это взяли? Я была в клинике. Почему Марк Воронцов оплачивал ваши счета? Потому что он убил мою дочь. Вот тебе грехи замаливает. Я была в из-квартире, видела вашу дочь, она жива. А, вы видели мою дочь. Как вы можете называть ее живой? Она уже десять лет лежит, как труп в мзолее. Он выбросил ее из окна. Теперь грехи замаливает. То есть вы десять лет покрываете тяжкое преступление, значит, вы соучастница? Нет. Вы продолжаете утверждать, что это Марк? Я не утверждаю. Я не утверждаю. Она сама выпрыгнула. Но довел ее, Марк, как? бросил. Бросил ее и стал встречаться с другой. девочка хотела покончить жизнь с ним самоубийством, но осталась жива. Вот он теперь грехи замаливает. Он сам предлагал вам деньги? Сам. Или вы его шантажировали? Он убийца. Он лишил меня дочери. Он расстался с вашей дочерью, так бывает. он довел ее до самоубийства. Я знаю, знаю, есть такая статья. В его действиях нет состава преступления. Замолчи! Извините. Извините. Он убийца. Вы видели мою дочь. как вы можете назвать ее живой? не жаль, ваша дочь. Да она просто ненормальная негодяйка, которая хочет отобрать у меня компанию. Мария Валенцова, твоя жена, утверждает, моя жена была совершенно другая женщина. Я не знаю, что с ней случилось. Но, Надя, это не Маша. Хорошо, если она врет. Если ты не пытался ее убить, зачем подкупить свидетелей? Ты, ну, чтобы не сидеть здесь, в комнате допросов перед тобой. Я не хотел садиться в тюрьму за то, чего не совершал. Я не пытался убить Машу. Таллин. Так, где она? Я хочу, чтобы меня допрашивала она. Здравствуйте. Это Игорь из старого дома. Хозяин четверки. Вы мне телефон оставили, сказали, позвоните, если что. Да-да. Что-то случилось? Да чертю что тут. Я гулял собаку и у озера нашел, и она нашла. Тут кто-то, видимо, копал, собака подбежала, и тут, по-моему, как будто труп, что ли. Но я собаку оттащил. Это могила? Нет, их закопали. Вроде давно, но... Что делали? Так постарайтесь, чтобы там больше никто ничего не трогал. Нет, уже уйди. Фу! Уйд, да, нельзя. Фу! Фу! Уйд, да, нельзя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, уже еду. Он ждет на месте. Ладно, ладно, дождусь вас. Надежа, жалуйтесь. Все останки мумифицированы. Судя по всему, лежат давно. Захоронение частично скрывали несколько дней назад. Останки принадлежат женщине. На трупе очень много повреждений. Ножевые это или мышки съели. Об этом потом расскажет Олег. О, Кладик. Ну-ка, что ли? Ого. Давай. Что там? Сейчас. Посветить? Ага. Сейчас. Воронцову Мария Владимировна. Да. Кольца нет? Нет, нету. Четыре года мы ее найти не могли. А теперь у нас две Марии Воронцовой. Это бред. А кто настоящая? Это не Мария Воронцова. Неопознанные останки. А это? А ДНК Надежды Стародубцевой. Ну. В данных обстоятельствах, мне кажется, что нужно сделать еще один сравнительный тест ДНК. Стародубцев? Нет. Этих останков у Антона. Послушайте, мы уже выяснили, что мать Антона, Мария Воронцова, жива и невременима. Ты что-то говорил про мое чутье. Шутил? У нас есть факты. А твое чутье в данный момент противоречит им. Ну, значит, сделаем экспертизу и, возможно, у нас появятся новые факты. Результаты генетики по останкам. Пошли посмотрим. На, открой. Эта женщина не Мария Воронцова. Кто Анна? Почему рядом с ней обнаружены документы Воронцовой? Как погибла, кто ее закопал, кто раскапывал недавно? Вопросов много. Надо работать. Че стоим? Рома. А я недавно была в архиве. Брала дело Воронцовой, чтобы узнать адрес Виктора. Оказывается, ты его тоже брал? Да, брал. Надо было заново ознакомиться с Димом. Сомневался, пока Заник найдет. У дураков мысли сходятся, да? Так. Вам опять это дело? А можно я еще в журнале посмотрю? Забыла, когда я его брала. Ну, так пожалуйста. Забыла, пожалуйста. Забыла, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Поехали. Ты как? Нормально. Ты же найдешь эту сволочь? Они думают, что это Марк. Дебилы. Олеша, у меня к тебе серьезный вопрос. Говори. Я не верю результатам экспертизы найденных останков. Ого. Смело. Только они никогда не ошибаются. А подменить результат или генетический материал возможно? Теоретически все возможно. При желании. Только кому это могло понадобиться? Я недавно была в архиве. Брала дело о пропаже Воронцовой. Так. Случайно узнала, что Рома его тоже брал. Говорит, что до Надины экспертизы хотела обновить в Балаве обстоятельства дела. Не имел право. А я сначала тоже так подумала, но в общем, я только что была в архиве и посмотрела дату. Он брал дело гораздо раньше. Он его брал, когда Марк и Надя только познакомились. Даже я еще не знала о ее существовании. А Роман, получается, знал. Получается. И еще конверт с генетическим материалом. Он пуст. То есть в опися. Волосы Воронцовой числятся, а в конверте их нет. То есть что? Рома мог тогда подменить генетический материал Надежды Стародубцевой на волосы Воронцовой, которые украл из старого дела? Так. Нам нужно сделать еще одну экспертизу Останков. Независимую. Давай, хорошо. Я отнесу в другую лабораторию. Давай. Привет. Привет. А ты чего тут? Да давно этого не делала. Да и сегодня не стоило бы. Выспалась. Ну, знаешь, захотелось встряхнуться. Ну, захотелось встряхнуться, встряхнись. Тебя тоже побаловать надо, а то сидишь на китайской лапше. Да? Привет. Генетические материалы из захоронения совпадают с материалами, взятыми у Антона. А значит, ты была брава. Это действительно останки Марии Воронцовой. Получается, у нас две Марии Воронцовой. Что думаешь? Я думаю, это невозможно. Нужна еще одна экспертиза, Надя. Угу. Только независимая. Да. Я смотрю, дело сдвинулось с мертвой точки. Угу. Папа, прости. Мне пора не успела. Доделаешь? Беги, беги. Только поосторожнее там. Хорошо, постараюсь. Надо поговорить. Что-то срочно? Да, буквально минута. Я по поводу Антона. Пока Марк в тюрьме, я хотела бы, чтобы он пожил со мной. Без проблем. Ему, в самом деле, с тобой лучше. Все? Да. Простите, а можно в туалет? Проходи. Спасибо. Простите, а можно в тюрьме. Простите, а можно в тюрьме. ДНК стародукции не совпадает с генетическим материалом Антона. Получается, он подменил результаты обеих экспертиз. Зачем? Почему он хочет, чтобы мы думали, что Надя – это пропавшая жена Марка, Мария Воронцова? Олег, привет. Мне нужно, чтобы Рома сегодня вечером не была дома. Олег, привет. Томас Джефферсон. Томас Джефферсон. Это человек, который накатал… Снова сказал. Пошли. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА